Может быть, секунд десять, и потом дальше все пошло без проблем. Если по поводу самого фильма, честно говоря, у меня каких-то прям эмоций и жалости, хотя я, честно, пытался в себе их вызвать, не вызвал. Единственное, что мысль в голове крутилась, это добро пожаловать в реальный мир. И попала она из, ну как бы, как сказать, из виртуального такого красивого девчачьего мира в реальность. И ее это прибило. Просто из-за того, что она, опять же, женщина. И сколько таких мужчин? Десятки тысяч. И, ну, ну, да, ты столкнулась с реальностью. Это, как бы, твой опыт. Тем более она сказала, она сама хотела в Артем пойти. Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, ну, как бы, вот, такое отношение. То есть, ну, как бы, еще одна жертва системы. Вот. А так, ну, сколько я не пытался из себя какую-то жалость выдавить. Я не знаю, может быть, у меня просто тоже отторжение какое-то ко всем этим женским плаканиям и прочим. Ну, не знаю, у меня какого-то такого прям впечатления или жалости. Честно, вообще не ёкнуло нигде, не защемило в сердце. Ну, вот, из розового мира девочки-болельщицы она выпала в реальность. Ну, приняла свою красную таблетку. Я не знаю, что. Больше мне, честно говоря, нечего сказать. Ну, посмотрим, может, что-нибудь в голову придет. Я, так сказать, в качестве такого, алаверды, у меня, собственно, и не было. То есть, жалость, ну, я лично живой человек. И, естественно, на определенных моментах, ну, я не могу ей не сочувствовать, да, потому что мне, ну, не так уж сложно, в общем, представить себе. У меня, в общем, эмпатия есть, все там, все с ней нормально, поэтому я понимаю, примерно представляю себе, что она там прошла. С другой стороны, мой, как бы, основной посыл все-таки к фильму был не, ну, как бы, не то, чтобы ее, там, пожалеть или, наоборот, там, хейтить. Не, никоим образом. Я, собственно, когда вот ее давно обозревал, этот фильм, то я отдавал для сравнения художественный фильм, который назывался «Спасибо за службу». В принципе, таких фильмов, вообще-то, любительских и поллюбительских, их, ну, достаточно много на, их можно, например, на праймваре, например, они есть такие вот, например, снятые чуть ли не на любительскую камеру, там, про очередных вернувшихся откуда-нибудь, там, где они, там, мир спасали, там, то в Ираке, то в Афганистане, то еще где-нибудь, мужчины, естественно. И что, так сказать, дальше начинается. Ну, если художественно это, там, ссылаться на что это художественно похоже, кстати говоря, это явно параллель, по-моему, видна вот в этом фильме документальном. Кто смотрел фильм «Рожденный 4 июля», Том Круз, да? Но, опять же, это художественный фильм, то есть он, конечно, изображает и все такое, да, но вот реальность, она такая другая, в этом и прелесть документального фильма. Он, как бы, с одной стороны, менее романтичный, с другой стороны, там, больше жизненных деталей, скажем так. То есть, мне показалось, что поинт именно в том, что, там, эти 300 тысяч человек, которые, там, вначале фигурируют, что 300 тысяч ветеранов, надо подумать, кто из них, какой из них половой состав, ну, какой. Мы можем все догадаться, какой из них половой состав. 300 тысяч ветеранов, которые страдают, там, от ПТСД. Это не считая всего прочего, от чего они страдают, да, там, от потерянных конечностей, там, да, там, ранений настоящих и так далее. Я так и не понял из фильма, что у нее там с бедром случилось. Мне кажется, если там было реальное ранение, наверное, об этом бы сказали, не так думается. Ну, не знаю. Но это и не важно сейчас, как бы. То есть она, в общем, ну, то есть физически у нее тоже какие-то проблемы есть. С чем они вызваны, там, не сказали. Не знаю. Короче, про 300 тысяч человек фильм не выходит на премию за лучшую документальную короткометражку на Оскара. А этот фильм, который в год, когда он вышел, он был на втором месте, втором. То есть только финальное голосование, да, выбрало, что вот не он получил финальную премию. То есть у режиссера был реальный шанс на Оскара. Там какая-то категория специальная, типа документальная, что-то короткометражное, что-то такое. Про мужчин таких короткометражных, документальных, ни полнометражных, ни документальных нету вообще ни одного. То есть никогда они в Оскар, я так понимаю, не приходили. Так что это просто как бы если показать мужчин, что с ними происходит, они более скованы. Я видел такие фильмы. Может, даже когда-нибудь там ссылку дам на какую-нибудь там пару фильмов, которые лежат, кому не лень на английском языке посмотреть, там на прайм-варе, если там копии еще остались, они там устаревают со временем, их убирают. Посмотрите, как бы у мужчин явно меньше, у них больше проблем с тем, чтобы выразить даже, что, собственно, и беспокоит. Вот, например, я слышу из ее, из фильма, где она говорит, что она явно, ну, хотя бы может артикулировать, что именно у нее происходит. У нее явно с этим лучше, чем у среднего мужчины. А средний мужчина такое ощущение впадает вот в эту вот алкоголе, наркотическую какую-то зависимость. Она-то тоже тут сказала про алкоголь, да, что у нее был период там, когда ее, когда мама заволновалась и отправила ее там к первому ее терапевту. Или не она отправила, ну, в общем, ее отправили. Короче, да, это фон для серьезного алкоголизма, когда это наступает, вот это вот, все это переживание повторное. Причем она сама говорит, что там ее это не накрывало так сильно. Это накрыло, когда она вернулась и начала перепроживать. Навевает какого-то, какого-то врача смотрел не так давно, он как раз сказал, что одна из особенностей по ТСД, что она накрывает примерно в равной степени того, с кем делали и того, кто делал. Примерно одинаково. И даже может того, кто делал, накрывать сильнее. Вот это ее случай, так сказать, когда она, ну, вот, чувство вины, как бы, да, которое, в общем, начало просто реально раздавливать. А когда чувство вины, вы сами все знаете, да, за этим следует алкоголь. И все остальное, самое деструктивное поведение. Заметили, да, что она там на выпускной фотографии, буквально там за два года до того, она еще вся без единой татуировки и без этих дыр в ушах огромных. А тут она вся, вся обколота у нее, все тело так прям покрыто вот этими всякими там символами, которые для нее много значат. То есть, ну, самоповреждения у человека начались. Понятное дело, да? Чувство вины. Так выражается чувство вины. Я к тому, что, сейчас я первую реплику свою закончу, тем, что, на мой взгляд, это, как бы, если показать мужчину, никто на это внимание не обратит. Показали женщину в этой же ситуации и далеко не в самой сложной ситуации. Я уверен, что мужчины бывали в ситуации хуже. Мне, например, сразу приходят кадры вот из этого, Говорухинский фильм был, проклято и забыто. Вот эта сцена там, где стоит оставшийся в живых, там, типа, человек, не знаю, 12, наверное, и такой заикающийся, не знаю, он раньше заикался или стал заикаться после этого. Командир завода говорит там, они выстроились все на линейку, он говорит там, что-то типа... Ну, он обращается к командиру, не помню, кто там у них принимает это, кто принимает эту линейку. Он говорит, оставшийся в живых, что-то там состав такого-то там взвода, такой-то там бригады, там, в общем, перед вами построен, что-то там, что-то какие-то еще слова говорит, и потом срывается в плач практически, потому что, ну, а что еще? Человек, который из боя вышел, который оставил там половину всего состава своего, вот, а у нее такого не было, ну, по крайней мере, в прямую вот там, да, она потеряла друга, с которым она лично общалась. Но, я так понимаю, из боев вот таким, как они вышли, например, в этом фильме, и там уделено им буквально там, не знаю, может, 10 секунд на экране там до этого времени. Ну, вот, она это удержала. Я к тому, что на женщине есть шанс показать, что это такое, примерно. Что такое? Индоктринация, причем человек сам туда пошел, никто его туда не звал там, да, никто туда не обязывал идти, он вот такой сам там, бил себя пяткой в грудь, я тут сейчас всех защищу, причиню всем добро в особо крупных размерах, ну, вот и, так сказать, теперь платят за это. Кто виноват, как обычно, и что делать? Извините, я просмотрел, кто, в каком порядке, кто первый был, Сергей или Денис, по-моему, да, кто-то, которого вы поднимал. Я уступлю без проблем, пусть Денис говорит. Хорошо, Денис, тогда прошу. Привет, всем меня слышно? Да, слышно, прошу. Да, я посмотрел тоже фильм, мне, в принципе, фильм в целом понравился. Хотелось бы просто, ну, как бы для себя выделить определенный момент. Ну, связано это с тем, то, что, как бы, видимо, девушка, она, ну, как бы, в молодом возрасте была по... ну, восприимчивая, то есть это определенная пропаганда милитаризма, в принципе, легла на почву того, что она, ну, как человек такой, более-менее пассионарный, она как бы зажглась этой идеей, и, естественно, ну, как бы побежала, в том числе по зову души и сердца, так сказать, реализовывая свой гражданский долг. И, честно говоря, мне, в принципе, я ее слегка понимаю, и тоже, когда вот в молодости испытываешь там какие-то, ну, как бы, сострадание, желание там помочь кому-нибудь, там, ну, просто неприятно, когда этим чувством, получается, спекулируют, то есть государство в формате милитаризма, то есть отправляет там человека абсолютно неподготовленного, накачивает его психологически, там, агитками и вот этим антуражем, и вот этой культурой военной, то есть человек там живет, и действительно, возможно, в этом состоянии он и не понимает, не понимает, что вокруг него творится, и воспринимает это как нечто должное после того, как уже остывает, когда уже получает болячки, соответственно, он уже пересматривает, и, ну, такое ощущение, видимо, у нее, ну, я примерно думаю, что у нее возникло, как будто, честно говоря, ее использовали, и все, что она там получила, и даже грамму не компенсирует, там, выплаты задерживает и так далее. Ну, да, вот в этом плане, конечно, очень ее жаль, ну, в принципе, так же, как жаль и других людей, и не знаю просто, как бы. Ну, вот это как бы революционное, там, государственное, вот это движение, оно же поднимается на фоне вот интеллигенции, которая это все подхватывает, то есть интеллигенция транслирует, там какие-нибудь фильмы, там, я не знаю, стихи и так далее. Оно же, как бы, с одной стороны и хорошо, а с другой стороны и плохо. Хорошо в плане того, что как бы государство, как такая большая машина, оно продвигает свои интересы, а плохо это то, что, ну, естественно, элементы, которые это продвигает, они ломаются. и, естественно, вот этот пост-стресс очень, конечно, ну, видно, что девушка, она очень сильно поражена, и ее истеричность, и, в общем-то, и боль в ней, это накладывается друг на друга. Конечно, то, что в фильме показано, именно девушка, возможно, это привлекает внимание, если там мужчина, тысячи мужчин, никто бы не посмотрел. Так что, в принципе, это хороший фильм в плане того, то, что, ну, как поднимает проблему именно использование, когда, человека, его травм душевных, так сказать, психологических. Ну, минусы, не знаю, минусы в этом фильме какие, честно говоря, так для себя я не понял. Единственное, вот, может быть, вот какой-то голливудский фильм был, по-моему, «Стартрек», там тоже все очень было милитаризировано, и романтизировано само боевое вот это братство, боевое применение там людей, и вот, там все в красивых тонах, а здесь как бы наоборот. В общем, романтизм вздут, и в целом вот эти болезни, и медикаменты, и прочее, и нехватка денег, и вот эти, как это называется, коллекторы, которые стоят и требуют деньги. То есть, это большой стресс, и, видимо, депрессия будет у этой девушки очень длительная, долго. Естественно, там человек пытается выйти из депрессии через искусство, там через поэзию, через, не знаю, какие-то кружки, ну, в принципе, такие, оздоравливающие. Ну, это, как бы, процесс лечения, наверное. У меня просто, у меня приятель был, который когда-то тоже в Донецке, вот тоже, куда-то там побежал в 2019 году, но он потом оттуда, как только получил первые травмы, он уехал быстрее, и, в принципе, сейчас в России живет, и не вспоминаю даже об этом. Но я помню, что это такое, как бы, как он зажегся, этой идеей, там надо защищать и так далее. В принципе, и я тоже сочувствовал, поэтому мы, как бы, невольно являемся, как бы, участниками и, как бы, те, на кого направлена пропаганда. Ну, это не хорошо и не плохо, ну, в принципе, все мысли пока, которые я для себя выяснил. Благодарю. Я хочу заранее, на всякий случай, я не буду ничего публиковать до того, как от каждого, от всех, если единогласно будет принято решение, что вы не против, я включил запись на всякий случай, мне почему-то захотелось, показалось, что может быть, мы что-то действительно важное здесь скажем, чем можно будет поделиться с широкой общественностью. Я впервые включил запись, сейчас в Zoom идет запись, но, так сказать, мы, не знаю, или к финалу, или там, или сейчас, там, сами решите, если будете единогласно решение, что вы не против, чтобы я это выложил, тогда я это хочу поделиться с этим, этой записью. Если хотя бы один человек скажет, что нет, лучше не надо, то, в общем, тогда все будет как всегда. ну, правда, всегда помните, что другой человек может вас записывать, там, кто угодно, и назваться чужим именем, тоже так, что тут вы тоже как бы держите в голове. Донецк, ладно, тему Донецка, наверное, не особо хочется раскрывать. что мне быстро в голову приходит, что объясняет, она ведь пошла добровольно, то есть она сама рвалась, наверное, действительно, как вот те, кто там, кто как хочет, да, вот хочет прям поучаствовать, позарез, думает, что он родился псом войны, там, потом попадает туда, и действительно, есть такие псы войны, вот Делягин про это говорил, их есть, но их очень маленький процент, то есть люди, которые реально чувствуют себя там как дома, они там чувствуют, как будто они в своей тарелке, это единственное место, где они чувствуют себя в тарелке своей, но основная часть людей, она, в общем, страдает от всего этого, от того, что все это видит, то есть, по доброй воле, нормальные люди в такое не лезут, в общем, только по большой глупости, да, то есть не понимают, что будет, какая цена будет за это все заплачена, потому что, ну, восприятие войны такое романтизированное, там, по фильмам, вот этот конкретно фильм, мне кажется, должен быть интересен, я говорю всем, кто там тащится от всяких там, мулан, вот этих, последний мулан, которые не которые, а мультяшные, которые вот сняли, мулан, ван дер вулман, всякие там, какой-нибудь там, показывают, командир спецназа то, командир спецназа сё, я прям смех разбирал, я помню в этой, кто смотрел, карточный домик, там есть такой персонаж, который на довольно много места занимает, Джеки Шарп, дама такая, которую там в какой-то момент, значит, Фрэнк берет под крыло, и там двигает ее, но потом, естественно, сливает, как он всегда делал, и там такой момент есть, типа, ты же, они с ней разговаривают, он ее двигал куда-то, на партийного лидера, что ли, он ее куда-то двигал там, ты же, говорит, отдавала приказы, ты же там стреляла, типа, да, потом они там, я помню, с этим снегром в постели лежат, он говорит, какой-то там шрам у нее нащупал, говорит, это у тебя типа осколок, да, типа боевые раны, что-то в таком духе, я прям смех разбирал на этих сценах, вот кроме шуток, ты же отдавала приказы там, да, там нанесение там то, нанесение сего, прям, прям, прям боевые, вот, не знаю, боевой офицер прям, стал партийным лидером, очередным, ну вот, реальности такая какая-то, около фотомодельной внешности, но уже в среднем возрасте, вот, какой, блин, здравый момент, ну, какой, блин, там, отдача приказов, какие, блин, посылания на смерть, какие, блин, шрамы боевые, что несет какую-то ахинею, просто, аж, смешно было, и карточный домик я смотрел, естественно, после того, как я этот фильм уже видел, вот этот фильм, я смотрел другие документальные фильмы, там, менее известные, которые не получили Оскар, где просто показывают какие-нибудь, там, клубы, где ветераны собираются и пытаются, там, как-то, у многих инвалидности, такие серьезные инвалидности, там, не по ТСД, по ТСД, это так до кучи, ко всему остальному, просто у нее, чем она отличается в фильме, у нее это главная статья, то есть, это самое худшее, что с ней случилось, по ТСД, там, у людей, там, нет рук, ног, там, не знаю, ранение, там, в корпус, там, да, в кишечник, там, они, там, потеряли часть кишечника, что-нибудь еще, там, не знаю, лицо обезображено, то есть, там, такие вещи есть, которые, ну, по сравнению с этим, по ТСД, это так просто, ну, бантик сверху, просто он очень сильно мешает им жить, да, они сильно зависят от Оля, да, они много злоупотребляют, я слышал про какие-то чудовищные цифры, как процент разводов среди, значит, этих ветеранов, что-то там зашкаливает, там, 90-шель процентов, то есть, с ними просто не могут жить, ни, ни жены там, ни дети, в общем, просто не в состоянии жить, потому что, действительно, люди такие, что с ними, ну, жить с ними тяжело, мягко говоря, очень, то есть, помочь им толком нельзя, а жить с ними очень сложно, вот, потому что они бывают еще и начинают буянить, кто смотрел, вот, если художественный фильм про Криса Кайла, американский снайпер, там есть момент, когда он там на празднике, какой-то фонтан там, и он, собака начала лаять, он на собаку вдруг нападает резко там, и чуть ли не убил ее там голыми руками, вот, это действительно, что с ними бывает, на самом деле, с такими людьми, то есть, они могут там пойти в кино, выстрел услышал там, и у него крыша слетела, и он начинает там, хорошо, если он просто начинает прятаться там, и говорить всем, типа, ложись, ложись, там, может что-нибудь и хуже быть, то есть, в общем, это серьезно все, очень серьезно, мне подумалось, что наш, вот, банальный наш армейский призыв, вот, именно в том виде, в каком он существует, там, всякие не особо продвинутые, мягко говоря, интеллектуальные личности, типа, вот, этой вот Ларисы Абрамовой, которой я посвятил, она меня впечатлила своим интеллектуальным уровнем, на этом, на трансляции Москва-24, если подумать, то это объясняет существенную часть, например, алкоголизма, российского, на мой взгляд, я кроме шуток в это верю, может, я ошибаюсь, я не знаю, у меня нет никаких научных данных, но я вот уверен, что это имеет существенный вклад в алкоголизацию мужского населения, именно вот этот армейский опыт, потому что человек просто потом пьет всю жизнь, так и не понимая, почему он пьет, а на самом деле, я почти уверен, что для многих из них можно проследить его до его срочной службы, и будет показано, что либо он сам, и скорее даже и то, и то, то есть он был и жертвой, и агрессором, вот эта дедовщина, как она классическая была, когда вот был два года службы, все, что я слышал вживую от некоторых людей, которые мне там сами рассказывали свое, меня, в общем, бог миловал, я дальше военкомата не был, хотя и военкомат, в общем, там достаточный опыт такой, вот, буквально вчера видел, Хохловский был на интервью с какой-то феминисткой там на канале, и там он там чуть-чуть попытался рассказать, что такое прохождение комиссии в военкомате, они даже не поняли, наверное, о чем он говорит, вот, а я очень-очень хорошо это знаю, потому что я был ни на одной, ни на двух комиссиях, сколько я комиссии прошел, не знаю, наверное, штук 4-5, наверное, за все время, в общем, это ого-го, опыт, даже только одно и это уже оставляет след навсегда, а если человек еще и попал туда, ну, надо думать, что у него будет, когда человек сначала попадает в роль жертвы, то есть у него первая причина получить ПТСД, а потом он там через год переходит в состояние агрессора, и у него практически выбора нет, то есть я слышал рассказы, как люди, как они переходили, то есть человек описывал, как он переходил из состояния первый год в состояние второй год, он из вот этой вот жертвы, присмыкающейся, перешел к агрессору, который был, у него выбора там толком нету, в общем-то, у тебя не остается выбора, просто так культура вся выстроена, и в итоге, когда он выходит оттуда, ну, блин, надо думать, какой у него багаж остался, ну, вот такой, да, и седые локоны были, вот я видел, я работал на первой своей работе с человеком, который такой парень, старше меня, был там года, наверное, может быть, на три, у него такая была сильная, явно видимая, седая прядь, вот, наверное, в два моих пальца толщиной, на такой черной голове, и он, ну, я спрашивал, как бы, ну, естественно, мы его все спрашивали, он много рассказывал, чего там нам студентам, вот, а мы были студенты-дневники, которые подрабатывали на этой, на, в НИИ, на практике, и он много чего рассказывал, я, естественно, после его рассказов, я понял, откуда у него седа, его седа и локон, ну, понятно все, все ясно, да, еще странно, что только один локон, то есть, он такой торчит, вот в середине головы, где-то сзади, там, как будто покрашена она, вот такое, это он, это называется, он еще недалеко служил, там, где-то в районе, там, где-то в Московской области, вот, о внутренних войсках, так, ладно, что-то я прогнал, Сергей, прошу, а можно я Алексею пока уступлю, я, я послушаю пока, мне интересно, что говорят, хорошо, ладно, а я следующий, хорошо, хорошо, тогда Алекс, спасибо, Алекс с нами, или, сейчас я переключу тут, вот так, ну, меня Александр зовут, а не Алекс, если я, то, что Сергею, вот, замечание такое, некоторое, вот, Сергей, вам спасибо за перевод, у вас отличный перевод был, вот, я просто до этого днем еще посмотрел, с субтитрами переводными, в общем, ваш перевод отличный был, так что спасибо вам, вот, одна только неточность была, там не БТР был, а Хаммер был, Хаммер это вообще не БТР, это просто так, не, она его называет Хамви, это не Хаммер, Хамви, это, может, у него шасси, именно Хаммер, я, честно, не знаю, Хюмви, а тот, кто играл, в это, Common and Conquer, там есть такой элемент, Хюмви называется, как расшифровывать, сейчас, просто ради интереса, посмотрю, БТР, короче, там они сидят, человек их 4-5, у него башня, открытая башня такая, там, типа, вот, она сидит, у нее щит, который закрывает ее только, ну, до уровня головы, по-моему, там, типа, примерно. Ну, там просто броня, вот только у кого-то щита, больше ничего там нет, это обычный, как бы, автомобиль, Хаммер это реально, вот, показывали вот так. Нет, почему, это потому, что у него как раз бронированные борта, то есть, это бронированные, это не просто машины, где нормальная броня, то есть, это все печально, на самом деле, где она сидела. Мне показалось, что типа БТР, просто на основе Хаммера, ну, вот, по-моему, это означает, Хьюм Ви, Хаммер. Да, ну, это как бы детали, еще тоже по техническому моменту, вот, я смотрел, как бы, тормозов вообще не было, вот, в отличие от предыдущего, как бы, видео, то есть, вот, когда я был, вот, то есть, вообще отлично показывало, так что все нормально с этими задержками, техническая сторона отлично сделаны. Еще тоже такой вопрос, вот, насчет ПТСД и ПТСР, то есть, ПТСР, как бы, это абсолютно одно, это один и тот же термин, абсолютно, только ПТСР, это русская аббревиатура, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, а ПТСД, это то же самое, но по-английски, посттравматическое стресс-дизорде, но это строго одно и то же, абсолютно. Понятно. Ну, в общем-то, ну, сейчас я как бы начну основное свое выступление, что ли, вот, ну, в принципе, фильм вот от этого, от ПТСР, который именно был, проявляется в данном случае от участия в боевых действиях, вот, но кроме этого, этот синдром может проявляться не только от участия в боевых действиях, он может, например, проявляться от каких-то катастроф, от каких-то стрессовых ситуаций, в частности, допустим, от развода, от токсичных отношений, вот, про это как бы, ну, особо эта сторона как-то особо нигде не освещается, даже ту же самую Википедию взять, то есть там признаки ПТСР, когда перечисляются, там нигде нету, вот, как бы, обозначения о том, что это может от того же самого развода или от токсичных отношений возникнуть, но в принципе же это то же самое, та же самая психологическая травма, человек долгое время в стрессе находится, или это яркий эпизод происходит, симптомы те же самые могут быть, но ничего про это как бы не пишется и не говорится, не знаю, следовалось это кем-то или не следовалось, тоже вопрос, вот, потом по фильму тоже, вот как вы правильно отметили, в фильме героиня девушка, но в принципе то же самое, куда более чаще это все у мужчин проявляется, потому что в основном все-таки в военных частях служат мужчины, и они в основные воины, и для них это как бы большая проблема, и больше как бы чисто по количеству получается, мужчины страдают от этого, вот я посмотрел статистику на Википедии, там в Америке после всех этих войн, которые в начале 21 века происходили в Америке, они провели исследование, и выяснилось, что у мужчин получается 6,1%, 0,5% ПТСР возникает, а у женщин, соответственно, 6,7%, но у женщин понятно, что их намного меньше в армии находится, чем у мужчин, так что эта проблема, в общем-то, на самом деле больше мужская, чем женская, вот, теперь про случай этой девушки, девушка, она практически как бы с подросткового возраста армией грезила, я не знаю, я вот английский фильм смотрел сначала, мне показалось, что она, у нее семья военных была, там, родители, все, ее чуть ли не с детства напичкали этой военной, как бы, пропагандой, в итоге она оказалась в армии. У нее фотки там на стене висят, да, единственное, странно, что ни разу не упомянули, она упоминала, племянец-племянника, ни разу не упомянули папу. Да, вот мне тоже это удивило. Пропал, погиб, там, не знаю, где он вообще. Да, куда у нее папа делся, то есть папы там вообще нету, то есть образа отца как такового вообще нету, только это пропаганда получается, какие-то родственники, вот, и у меня вот случай, как бы, вот мой из личной жизни, у меня один, как бы, одноклассник был, он с детства, как бы, об армии все мечтал, хотел в армию пойти, там, все такое, туда-сюда, даже институт бросил, после первого курса и пошел в армию служить, солдатом простым. И чем в итоге все это закончилось? Закончилось тем, что он просто подслужил и ушел из армии, уволился там, женился, пошел в налоговую работать, то есть, настоящий мужчина стал, семья, все такое, как бы, и все. А вот все вот это время, как бы, вот класс вот мой, с ним, когда я учился, я его просто очень много лет знал еще до совместного, как бы, обучения, мы в пионерлагере с ним были, и потом, как бы, а потом все, у него это все желание, весь этот милитаризм куда-то исчез просто, пропал. То есть, это какой-то вот такой вот случай, вот у таких людей, которые с детства этим накачиваются, у них вот такой вот слом как-то случается, а вот те, кто попадает в эту систему армейскую чуть позже, там может быть по-другому происходить. Тоже у меня вот пример, со мной парень учился в школе тоже потом, как бы, ну, он в другом вузе учился, но я с ним все равно общался, то есть, вообще был такой спокойный, и все такое, и вдруг он после вуза пошел в армию, мы удивились, он пошел лейтенантом, и как бы, все такое, как бы, потому что, ну, вроде и варианты другие были, нет, он пошел туда, и, в принципе, достаточно хорошую карьеру сделал в армии. Так что по-разному у людей получается, и вот именно вот такие вот, кто с детства, как бы, ну, мое мнение, этим загоняется, у них вот рано или поздно может случиться вот такой вот слом всего, то есть, когда они, ихние фантазии, то, что они с детства думают от армии, сталкиваются с реальностью, это все потом разваливается, и вот получаются вот такие вот вещи, как у этой девушки. А те, кто более-менее сознательно на это идут, и понимают, что их там ждет, то они, в принципе-то, в этой системе достаточно хорошо обустраиваются, и нормально у них все, как бы, двигается, и происходит. Вот. Теперь, значит, про эту девушку тоже. То, что она попала в Ирак, в Ираке, в принципе, с точки зрения вот военных действий, ну, война, она в любом случае есть войной, она достаточно мягкая война была. Если бы она, допустим, куда-нибудь в детскую крепость попала, или бы на штурм Кеннезберга, как моя бабушка, допустим, попала, когда она там рассказывала, толпы просто, ну, раненые лежали просто вокруг госпиталя, и кровью стекали, и просто их не могли на операции там куда-то занести, потому что просто мест банально не было. Вот. Или, допустим, на штурм Грозного. У меня вот один одноклассник тоже по первой школе, он попал как раз на первый штурм Грозного, который 31 декабря был. И у него, как бы, конкретно после этого штурма просто крышу снесло. То есть, он новобранец, его забрали осенью в армию, попал на штурм Грозного 31-го числа. То есть, там буквально 2-3 месяца прошло. Вот он как бы, ну, он выжил там, понятно все, но он пришел из армии совсем другим человеком. То есть, он вообще ничего не понимал. И в итоге он там в криминал куда-то пошел, его убили. в очень молодом возрасте. Вот. Поэтому, как бы, у нее, в общем-то, если так посмотреть, достаточно, как бы, ну, лайт случай был. Но все равно, вот, последствия достаточно серьезные получаются. Вот. И тоже, как бы, дедушку своего вспоминаю. Он вот, как бы, про войну, чисто про боевые действия особо никогда не рассказывал. Такого ничего. То есть, вот у него мемуары есть. Он написал свои мемуары. То есть, он как-то там, вот я читал, просто какой-то бытро описывает какие-то случаи, еще что-то. Но вот конкретно боевых действий нету. Но он, в принципе, артиллеристом был. На гаубицах 152-миллиметровых воевал. Всю войну, фактически. То есть, они непосредственно с немцами не сталкиваются. Ну, под обстрелы попадали, под бандировки. Но все равно, то есть, он особо, как бы, вот эти вот вещи и лично не рассказывал, как вот это все происходило. Не когда, то есть, про ранение, там, еще что-то. То есть, он как-то это все умалчивал и вот, ну, как-то сглаживал. То есть, какие-то вот такие, больше бытовые эпизоды рассказывал. Хотя, ну, что не у бабушки, что не у дедушки, потому что они оба у меня ветераны были, я у них вот этих синдромов ПТСР, ну, как бы не наблюдал. То есть, как-то все более спокойно. Ну, понятно, что война, это все равно война. Вот, по трейлеру. Вот, мне не понравилось высказывание этой женщины, которая вначале выступала, что типа армия должна как наказанием для мужчин быть. Это вообще принципиально неправильно. Армия, это не наказание, это такая же работа. Это вообще функция общества. Если нормально функционирующей армии нету, то общество обречено рано или поздно на развал. И никуда от этого не денешься. То есть, просто другое дело, как эта армия устроена, как там работу проводить нужно, как солдат готовить и прочее. Вот. А если эти функции общества просто игнорировать в силу там коррупции или еще чего-то, или просто денег жалеть, ну, получится, как вот было в 2014 году с Украиной, когда у них просто армия банально, которая какой-то отпор там, или еще какие-то действия выпустят, не сможет сделать. Ну, это такой вот самый близкий пример. Наш, в принципе, пример. В 1941 год взять то же самое, начало войны, ну, примерно то же самое вот будет. Поэтому вопрос не в том, что армия не нужна. И пацифизм, это как бы пустая вещь на самом деле. Другое дело, как ее организовать, и как это сделать нормально, чтобы она нормально функционировала, и нормально как бы выполняла. Там на самом деле свои как бы принципы подготовки, своя система есть, и все такое. А то, что сейчас у нас получается, ну, у нас то, что в советское время, там, когда на два года служили, когда дедовщина, там, и все такое, сейчас на самом деле очень здорово все изменилось, потому что солдаты служат всего один год, и это по сути дела деморежим на самом деле перед армией. То есть и кто туда в армию попадает? В основном попадают люди, те, кто либо отмазаться не смог, либо из самых низких слоев общества люди. Ну, и что вот они год служат, им там показывают примерно, как это выглядит, а дальше им предлагают контракт. А нормальные как бы части, которые сейчас есть, они состоят именно из, основном, из контрактников. И как бы на них вся вот опора. То есть это просто как бы деморежим показать, что вот вас ждет, если вы хотите, пожалуйста, подписывайте контракт. Ну, там понятно, что их активно агитируют, но даются определенные социальные льготы, и как бы зарплата достаточно неплохая, в общем-то, чем там в обществе они могут получить. Вот так вот. Так что, в принципе, сейчас ситуация все-таки получше немного стала, чем то, что раньше было у нас. Вот так вот. Так, а насчет алкоголизма, это в принципе, ну, не знаю, вот с моей точки зрения, две основные причины. Первая причина это то, что семейные какие-то проблемы есть, возникают. Ну, это, в принципе, и вы тоже, Сергей, делали об этом ролике, как бы, об алкоголизме в семье и прочее. А вторая причина, ну, она самая банальная, просто отсутствие нормальной работы у людей, отсутствие перспективы в жизни. Вот и отсюда все получается. Так, еще что? Еще по самому ролику. Ну, вообще, не нужно думать, что женщины, когда в армию попадают, что у них вот так вот все печально, как у этой вот женщины происходит. Я вот несколько лет назад слушал передачу «Поеху Москвы», там выступала женщина, она полковником, по-моему, была армией Израиля. Ну, вот она свою судьбу рассказывала, то есть она попала в Израиль где-то лет в 10, в 10, наверное, они эмигрировали с семьей все. Она русскоговорящая, по-русски отлично разговаривает. Ну, как бы, наш человек. Вот, и ее поселили в поселения, которые вот с этими, с палестинцами контактируют, и она чуть ли там не с 12 лет с автоматом уже бегала, защищала, как бы, свое поселение от этих нападавших на нее, как бы, ну, на поселение этих вот палестинцев. И в конце концов, в общем-то, ее судьба была решена, то есть она сказала, я пойду в армию защищать свою страну. Ну, и она сделала карьеру до полковника фактически. И вот она рассказывала, что она дослужилась до того, чтобы обучать, как бы, тактическим действиям солдат. То есть не просто там какие-то абстрактные дисциплины, а прочее, а вот именно, как вести именно боевые действия, и все. И вот она рассказывала про механизм, то есть, армии в Израиле, как там женщины служат, еще что-то такое. Вот так вот. Ну, в общем, интересно. То есть не надо думать, что все женщины вот в такое попадают. Кто-то достаточно, вот в данном ситуации, в такой специфической стране достаточно успешно карьеру делают. При этом у нее там трое детей, то есть, в общем-то, все достаточно хорошо. И муж тоже военный, причем достаточно ниже ее по званию, как бы, и, в общем-то, все хорошо. Как бы, ну, так вот получилось у нее. Но при этом она, правда, говорила, что на какие-то жесткие операции, потому что Израиль достаточно давно таких крупных войн не вел, но вот на жесткие операции, типа, зачисток там в секторе газа или еще где-то, женщин все-таки стараются не привлекать. То есть какие-то такие вспомогательные достаточно роли. Вот. Ну, в принципе, все у меня. Благодарю. Ну, я не знаю, может, уже делился, но лишний раз скажу, что мой дед тоже очень мало рассказывал про боевые действия. Вот, хоть он их там, но он не так уж много боевых действий провел, а потом большую часть времени провел в плену вообще-то. Но, в общем, я помню считанные разы, когда он что-то такое там рассказывал, там, а он был в этой воздушно-десантной типа разведчики их там забрасывали малой группой. У меня вообще даже не укладывается в голову, как можно человека призвать там, типа, не знаю, где-то, в августе его, по-моему, призвали, 41-го, а уже в октябре типа у него там типа начались заброски, они там выбрасывают группу, небольшую группу, типа там, 6-7 человек, типа они там что-то делают, потом должны каким-то своим ходом выйти. У меня вообще в голову это не вписывается. А он до этого учился на токаре. Как это можно вообще? Ну, в общем, короче, мало говорить действительно. Но алкоголь его была темой, в общем, всю оставшуюся жизнь. Так что, не знаю, и не так уж много у меня прям ветеранов, чтобы я мог какую-то выборку сделать из родственников. Но, в общем, я бы сказал, что с алкоголем у них та, у них были отношения с алкоголем. Вот, военных, женщин, именно которые вели действия боевые, у меня таких нет никого. Я не знаю никого, кто так бы делал. кто, например, пережил оккупацию немецкую, да, у меня вот, например, моя малая родина под Москвой, туда немцы зашли, по-моему, даже не один раз. То есть там, типа, волны были, одна волна пришла, вторая ушла. Там была такая тема, когда, в общем, выживали люди. То есть, нужно было умудриться выжить под немцами. Особенно тем, у кого партбилет был. Там целая история была отдельная. Вот у моей прабабушки был партбилет. И, ну, у прабабушки я не помню, конечно, проблем с алкоголем. А муж ее демобилизовался по, как это называлось, по ранению, наверное, но, в общем, он был сапер, его с, это самое, взрывом там, не знаю, плановым или неплановым, уже некому рассказать, в общем, его завалило землей, получил контузию и какую-то там, как-то это травма называлась, типа, компрессионная травма. Короче, его зимой 45-го года демобилизовали полностью. То есть, видимо, в общем, серьезно было. Ну, и, в общем, он, по-моему, не дожил до победы. У него какая-то началась там, в общем, болезнь серьезная. В общем, он не дожил. Так что, не знаю. Если бы он и страдал по ТСР, то, в общем, мы об этом теперь уже никогда не узнаем. По поводу армии не наказания. Мне кажется, что вот эта самая Лариса Абрамова, кажется, я так понимаю, что она очень хорошо, она когда говорит, ну, то есть, представляю, у нее самое, конечно, абстрактное и сказочное обо всем этом, но вот то, что это именно тюрьма, я думаю, она хорошо понимает. То есть, даже этот человек, который не способен понять, наверное, вообще ничего, вообще ничего, даже то, что у ее собственного сына душа вообще есть, даже это, наверное, не способно, но то, что армия, это именно аналог некой тюрьмы, это она знает. То есть, это они хорошо понимают. Все эти рекламы, типа, типа, мать-одиночка, типа, не можешь воспитать сына, ну, отдайте его в кадетскую школу, блин, у них прям вот, ну, рецепт прям, блин. У меня какой-то момент, когда я там в один момент жил, у меня сосед по площадке застрелился такой вот, бывший кадет, застрелился из ружья, вспоминая, так сказать, прелести службы, в общем, а он был уже, я так понимаю, времени прошло много с того момента, то есть, он туда попал, ему, наверное, было лет, наверное, не знаю, честно говоря, сейчас это наполовину пальцем в нем, потому что просто плохо помню, давно уже было дело, ему, наверное, было лет 15-16, а момент, когда он себе башку разнес из охотничьего ружья, это было, когда ему было уже 20 с чем-то, а до этого он, в общем, пил большую часть времени, там пил, скандалил и так далее, но кончилось тем, что он разнес себе башку, это была соседняя квартира, соседняя дверь, в этот момент, когда я там проживал, в Москве, ну вот, человек не был на боевых действиях, он просто, просто был в каком-то там, в кадетском училище, в каком, не знаю, даже не знаю, не уверен, это он был в Москве или в Питере, может быть, даже в Питере, не знаю, ну в общем, короче говоря, это теперь только останется, могу только догадываться, а что касается, да, давайте, да не, говорите потом, я просто добавлю потом в конце, я хотел сказать про карьеру женщины в армии, так тем эта женщина и попала в документальный фильм, поэтому мы его и смотрим, потому что это не какой-нибудь полковник бумажный, который пошла по пиар-линии, да, да, занималась каким-то там, контактами с прессой, там, да, мы же знаем такие, видим периодически, да, возникают женщины, которые там, в свании там, чуть ли не полковника, там, которые выглядят как фотомодель, да, и в общем, понятно, что она не только автомата никогда в жизни не держала, она, наверное, и не бегала в стометровку даже, наверное, не знаю, последняя школа только, при этом она в звании какого-то там, типа, полковника, там, майора, кого-нибудь там, а чем она занимается по факту, они какие-то там, типа, специалист по связям с общественностью, какого-то там департамента, какого-то там, значит, подразделения армейского, крупного, ну вот, естественно, в этом смысле, в этом смысле то, пытаюсь имя вспомнить, ее зовут, ее зовут, Робин Мюррей, ее зовут, Робин Н, с думи АН, это женское имя, это не мужское, вот, а среднее имя у нее Линн, когда ее из банка звонит, ее говорят, Робин Линн, это, типа, первое имя и второе имя, middle name, Мюррей, она попала в настоящие боевые действия, за пулемет, то есть, ну, таких женщин, наверное, те самые, кто вот, когда статистику вводят, в фильме «Красная таблетка» погибших, там, за компанией, там, показывают, мужчин, там, запятая, там, и 60, вот она попадает в эти вот, точка 4 процента, которые там были, видимо, наверное, из-за прошлой подготовки ее сочли, что она, ну, наверное, справится, то есть, она умела стрелять, она умела бегать, у нее, она, я точно знаю, что она занималась единоборствами, она была там, что-то там, типа, как специалист, я не знаю, что она умеет, собственно, как специалист, но факт то, что она занималась, то есть, она была подготовлена, как в каких-то учениях участвовала, в 16 лет, начиная, я так понимаю, типа нашего МЧС, что ли, не знаю, или кадетов каких-то, не знаю, без проживания кадеты, ну, в таком духе, ну, то есть, она в этом смысле почти уникальна, сколько таких женщин, наверное, их вообще, наверное, на всю американскую армию, наверное, там, человек, может, 50, там, наверное, за всю историю, за последние 10 лет, а то, что она описывает события, относится к 2004 году, то есть, в 2003 она поступила, в 2004 она попала в Ирак, и судя по тому, что она поступила, типа, ей было 18 или 19, а вернулась она уже в 20, то есть, она там пробыла-то, в общем, ну, типа, в районе года, ну, максимум два, максимум, скорее даже меньше, они же там турами такими ездят, типа, у них туры, там, тур, тур, по-моему, это типа 3-4 месяца, типа, тур называется, то есть, потом возвращается, какое-то время там находится, потом их могут опять послать там, я не знаю, какая там часть добровольная, какая часть, как бы, ты сам имеешь право, ну, в общем, как бы, на первый тур она точно напросилась сама, вот, был ли у нее второй тур, я уже не знаю, видимо, наверное, не было, в общем, то есть, она вот этим одним туром и обошлась, вот, так все кончилось, так, кто у нас был, да, Сергей, сейчас я тут просто дополнение, как бы, сделаю, в принципе, она, на самом деле, на войну попала не просто рядовым, она с сержантом попала, это повыше чуть-чуть, чем рядовой, я так понял, сержантом она стала после чего-то, она началась, началась она рядовая была, именно рядовая, рядовая Мюрри, потом она была, я не знаю, как это переводится на русский язык, спешалист, это типа звание такое, это не наш специалист, а это звание, может, это типа аналог прапорщика, я не знаю, честно, а потом она стала сержантом, то есть, она рядовой, специалист, сержант. Ну, тут она в итоге там какую-то небольшую, ну, карьеру сделала, а вот та вот женщина из Израиля, которая рассказывала, то есть, Ее спросили прямо, сколько вы раз в боевых действиях принимали участие. Она сказала, три раза я участвовала в реальных действиях. Но там она, я просто послушал, она реально военный просто. Несмотря на все, что она женщина, что там дети есть и все такое. То есть она таким тоном говорила, вот как военные говорят просто. Так что такие случаи тоже бывают. То есть она не бумажная военная, а действительно, реально. То есть человек, который всю эту систему знает их. И так вот, ну это специфическое общество такое. Ничего тут не поделаешь. Еще вот про друга. Я же говорил, что у меня вот друг был, который в Грозно воевал, а потом он с бандитами связался, в итоге убили его, короче. Вот так вот. Вот он тоже, кстати, из неполной семьи был. И в принципе вот те дети, которых матери воспитывают, у них очень большой шанс на самом деле попасть в армию, если там с детства ничего не делают, там пластолкоскопия придумывают, еще какие-то болезни. То есть это вот как раз один из контингентов тех, кто попадает на призыв. Ну кроме деревенских там и прочих людей при нынешней системе. Ну в принципе все равно сейчас то, что есть, это лучше, чем то, что было при советской системе. Понятно, что это не полностью контракт на армию, но хотя бы вот такой вариант, он все равно лучше, чем то, что есть. И в принципе эта вот женщина, которая в фильме в этом показана была, она не просто так пошла, а на контракт пошла. То есть в Америке нету таковой призывной армии. То есть там только добровольцы фактически идут, ну или сагитированные люди. И они деньги за эту работу получают. И плюс большие достаточно привилегии. И в итоге она же там говорит, что получила там в итоге выплаты там за инвалидность и все такое. То есть, ну другое дело, что и добиваться этого пришлось. Но все равно социальные льготы в Америке на самом деле для тех, кто в армии служил, они достаточно большие, даже с нашими как бы не сравнить. Вот. Еще тоже хотел как бы сказать. Вот у меня бабушка тоже воевала. Она вот рассказывала такой случай, ну практически перед смертью, когда она уже болела сильно и все. Вот она рассказывала такой случай. У нее было, ну это примерно 42-й год был. Точнее 43-й, скорее всего, год был. Потому что она на фронт в 42-м году попала. И она медсестрой была. И их отправили, ну как бы ее, ее подругу и мужчину как бы. В деревне нашли деда. Снарядили обоз. И она медсестрой была. И сопроводили этот, ну вот эту телегу как бы. Ну не телегу, там сани скорее, с медикаментами через лес. Надо было примерно 15 километров через лес проехать. Ну дали им карабины типа охранять. Вот они поехали. Вот едут они через лес. И вышла, вдруг внезапно выходит группа немецкая, разведгруппа. Это в принципе тыл был. Ну не такой совсем глубокий тыл. Ну более-менее такой вот предфронтовой. Ну вышли немцы как бы. Причем конкретные. То есть немцы. То есть это разведгруппа. То есть подготовленные и все. Они там подошли, две девчонки, дед сидит. Ну они постояли, так посмотрели, посмеялись. И махнули рукой. Держайте, короче, дальше. И дальше в лес ушли на лыжах зимой. Вот так вот. Она вот уже практически перед смертью рассказывала. Мне так страшно было. И мы так испугались после этого. И никому ничего не говорили. То есть она вот всю жизнь после войны с этим жила. И никому боялась рассказать. Вот только перед смертью фактически рассказала, что ли, душу свою. Ну облегчила, что ли. Вот так вот как рассказала. А что там девчонки там 20 лет или 18 лет, там сколько? Ну 19 лет было им. Что они там с карабинами с этими сделают против как бы профессионалов фактически. Вот тоже вот. Тоже фактически. Ну это не синдром посттравматический. Но все равно тоже как бы человек всю жизнь с этим жил. Только вот перед смертью фактически признался в этом. Вот такие вот рассказы. Я думаю, что свое все-таки на психику там допустим не алкоголизма, но на характер я почти уверен, что это наложило. Потому что вот моя бабушка уже, да, которая была дочерью той самой прабабушки, которая с партбилетом пережила там две, по-моему, волны оккупации немецкой. И когда уже после, когда наши там все это, ну в общем, освободили это место, то ее вызывали, маму в смысле, то есть эту прабабушку, ее вызвали для выяснения, в общем, обстоятельств. Типа, то есть как, ну я не знаю, что там у нее спрашивали, но, видимо, среди прочего выясняли, как она, будучи коммунистом, осталась в живых, в общем, при двух волнах там оккупации. И ее не было, несколько суток там, и то есть, грубо говоря, она куда-то там по повестке куда-то выехала, и не было ее там, я не помню, бабушка говорила, типа, то ли двое суток, то ли трое суток. И она тоже получила седые волосы, будучи дочерью, то есть в этот момент ей было... Сколько ей было лет? Ей было, наверное, в районе девятнадцати примерно лет. Вот. Она просто, дожидаясь вот эту вот прабабушку из, значит, не знаю, куда ее там вызывали, в НКВД или куда, она вернулась, то есть все, дожила потом, то есть никто ее не расстрелял, но, в общем, вот, поскольку разные истории бывали, то бабушка получила тоже несколько седых локонов, вот, с восемнадцати лет, и жила с ними до самого конца. И я думаю, то, какой у них тандем с дедушкой был, с пьющим, я думаю, многое, в общем, объясняет, в общем. То есть, да, я думаю, что... А она еще застала трудовой фронт. Это особая тема, то есть она воевать не воевала, она была на трудовом фронте. На трудовом фронте там свозили людей из разных мест, и, в частности, там были выжившие из Ленинграда, которые рассказывали там свои истории, как они там выживали в Ленинграде, в общем, она там... То есть кошмары снились просто от рассказов, которые она услышала от тех, кого из Ленинграда привезли. И там на эти... Не помню, чем они занимались. Они там где-то окопы рыли, где-то их отправляли на сборы, ягоды они собирали. Был такой... То есть часть трудового фронта занималась, например, сбором ягод. Там, типа, диких смородины там, не знаю, что-то еще, но в общем, короче, собирались. Я это сам для справки, пока мы тут разговаривали, нашел, значит, чисто для справки. Что такое HUMV, про которое она говорит? Значит, расшифровывается это как High Mobility Multi-Purpose Willit Vehicle, то есть высокомобильная, многофункциональная колесная машина. Значит, правильная аббревиатура HMMWV, произносится как HUMV. Написано, бывает неармированный, бывает армированный. Значит, армированный называется Light Armored Car, вот, неармированный называется Light Utility Vehicle. Ну, видимо, то, на чем она ездила, я так понимаю, с пулеметом, это было, видимо, армированное. Ну, HUMV просто бронированный, вот и все. Ну, тут не написано, что это именно HUMV, написано, что производит его какая-то I.M. General, не знаю, что это такое. I.M. General. Типа производитель каких-то, в общем, тяжелых машин в Индиане. А, известен своим гражданским HUMV и военным HUMV, которые собираются в Индиане. HUMV, HUMV, короче, вот и все. Ну, какой-то родственник, видимо, HUMV, да. Ну, в общем, ее случай, я думаю, бронированное было, скорее всего. Но все равно это фигня, на самом деле, по сравнению с нормальным броневиком, типа, Брэдли там и прочее. Так она говорила, что они же в конвой идут, типа, то есть они идут в конвой. Она шла, вот, момент, когда она описывает про стрельбу, это она шла в голове колонны. А там водки, которые промелькивают там, где она видна, видно, что этот HUMV, он не один там в колонне, там в середине еще есть другой. И, наверное, замыкает, скорее всего, тоже. Да ее бы хапнули, это из автомата Калашника в очереди бы дали, и все, и нет ее. Ерунда просто, на самом деле. Ну, тем не менее, вот она, например, описывает атаку снайпера, и ее так и не достали. То есть, видимо, били не один раз, то есть, ну, началась, видимо, обстрела, и так и не попали. Снайпер был, в общем, слабее классом, чем который был в фильме про... Да, а вот у меня, кстати, дедушка, он до 93-х лет прожил, ну, как относительно недавно, то есть 11 лет назад умер. То есть, при этом он, как бы, войну в конца 41-го года практически всю прошел, потом еще служил, и в итоге, как бы, потом еще в Туцких учениях участвовал, то есть, много чего было у него. Ну, и он, в общем-то, дожил до такого возраста, ну, я теперь понимаю, почему он дожил, потому что был он абсолютно спокойным человеком. Его в трессовую ситуацию вообще невозможно было загнать вот за всю жизнь. Я помню, что он, как бы, как-то вот эмоционально реагировал, это всего два или три раза было, сколько я его знал, я достаточно долго, как бы, ну, знал. Вот, так что хотите долго жить, значит, меньше стрессово подвергайтесь и как-то защищайтесь от этого. Вот так вот. В итоге умер просто от того, что от износа организма получается. Ну, вот, бывает, в общем, по-разному. Так, ну, Сергей, теперь вы единственный, так что давайте, наконец, уже. Вечер добрый, рад всех слушать. Добрый. Благодарю, что дали возможность. Так, а что у меня с телефоном? Меня слышно, да, что он мне показывает? Не пойми, что. Очень хорошо слышно. Отлично, хорошо. Хочу, конечно, сказать спасибо за возможность смотреть фильмы, которые мы не можем смотреть на русском языке. Спасибо вам, Сергей. По поводу самого фильма. Ну, в общем, боюсь я, конечно, брослась каким-то хейтером или еще кем-то. Как обычно, мое мнение резко критично. Но, в общем, по большому счету попробую высказать то, что думаю. Ну, я, например, посмотрев этот фильм, вот первый выступал, по-моему, Вадим, да? Но он сказал, типа, вот я вот давил-давил себе жалость, так и не вывел, да? Вот, на самом-то деле, вот я тоже сначала думал, может быть, жалость в себе какую-то надо почувствовать, выдавить. Нет. Единственное чувство, которое у меня вызвало этот фильм, это чувство вот какого-то легкого раздражения и понимания, что это опять очередная феминистическая ссори за штабы. Я тут не собираюсь, тут, там, про МД или там про женщины плохие хорошие. Нет. Я сейчас попробую опомментировать. Но, по мне, это чисто, чисто агитка, снятая вот во славу женщин-героинь. И, кстати, вот количество всяких медалек на постере, подтверждающих, что куча фестивалей признали это великий кино, и ваши люди рассказывают о том, что чуть ли не Оскар сорвался. То есть, по большому счету, это только подтверждает о том, что это такое ангажированное, снятое именно для продвижения какой-то идеи. Значит, ну, а по сути, по сути, да. У фильма есть несколько аспектов достаточно интересных. Ну, во-первых, если говорить в общем о армии, войне и о тех, кто служит, то, по большому счету, ну, вот это личное мое мнение, да, вот эта девушка, она вот как мечтала быть героем, и армия у нее была с плаката, как Кока-Кола, да, так, в общем, она в армию пошла, как на плакат с Кока-Колой. Также она из армии вышла, не получив эмоций, как бы поддалась на рекламу. Она сама говорит, мне было легче всего продать, да, вот эту идею пойти в армию. И вернулась разочарованная, да, ну, ни о какой службе, героизме или еще о чем-то там речи, в принципе, быть не может вообще, потому что, ну, давайте так уж совсем серьезно, да, когда закатывается почти 100-тысячный контингент в пустыню, да, ну, все, наверное, бывали в Африке, да, там, ну, хотя бы в Египте. Ну, вот представьте себе, что закатывается 100 тысяч человек, да, армированных, бронированных, у которых автомат стоит дороже, чем мазанка у любого жителя этих городов, да, у них с собой от памперсов до антисептиков, у них, вот вы тут рассуждали про хамеры, да, я вот тут недавно совершенно смотрел на то ли на National Geography, то ли еще где-то так, мельком просто глазом сцепился про эти хамеры, да, друзья, ну, это, вы знаете, если брать наши БТР, с которыми в 95-м входили грозные наши солдаты, да, то по большому счету этот хамеры, это просто танк по сравнению с БТРом. БТР, который прошивался 7.62, и этот хамеры, они и рядом стояли. Хамеры – это действительно бронированные автомобили. Говорите о том, что его, может, было как бы там хлоп и готово, вы посмотрите, откройте в гугле фото, да, как эти хамеры подрываются, и когда он подрывается, монококт остается, да, и не факт, что там все гибнут. Вы можете себе представить, что такое на противотанковом фугасе подорвать легковой автомобиль, там, в принципе, не останется ничего, колеса будут метров за 500. Это вот, к слову, о том, что, ну, в моем понимании никакого героизма, войны и всего не было. Да, в общем-то, она о военных действиях и не говорит, да, она пытается себя преподнести как героя чего-то пережившего, да. А что она нам рассказывает? Она нам рассказывает о том, что меня взяли как человека, который будет работать с жителями, а потом через какое-то время я оказался за пулеметом. Ну, вот я, 19-летняя девушка, веду колонну в 20 автомобилях. Слушайте, ну, это даже не смешно. Никто 20-летнюю девушку, ведущую колонну, сидящую якобы за пулеметом, то есть первую жертву снайпера, в руководство колонны не поставит. Это вот просто даже рядом просто. И тут ей из Ханви майор приказывает, веди огонь. А я огонь вести не могу, потому что там мирные жители. Слушай, дорогая, ну, тебе вообще не в армию надо было идти, а идти, не знаю, там, в поеду с собакой и мискин там мыть. Как это так? Я огонь вести не могу. В общем, вот в моем понимании, да, это вот зелено-феминистическая, пацифическая херня, а не кино, да. Вот, но тем не менее нам должны рассказать о том, как она пострадала, и нам рассказывают это со всеми абсолютно, со всеми признаками Голливуда, да. Значит, письмо от друга погибшего, да, ее ответ. Он называл меня Свити, вот, и при этом рыдает, да. Вот эти все штампы, да, вот это ее вырезание из прокатов, из учебников, из инструкций, да, вот этих солдат, обмазывание их краской и наклеивание на торсы сделанное якобы из скотча. Слушайте, друзья, ну вот, вот это же ведь, ну это же ведь такая шняга вообще, вот просто вот, ну дальше некуда. Ну, просто, ну, человек, переживший какой-то стресс, да, который ему действительно тяжело, который там скакивает по ночам. Кстати, в американском снайпере тоже показано это очень-очень так, это поверхностно и тоже по законам Голливуда. Вот эти люди, они не делают того, что вот показывают в этих кино. Это не акционисты, да, это не борцы за какие-то там, не режут форму на плакаты. Послушайте, ну это же, ну это вот прям вот чистой воды. Вот там она поддалась рекламе, пошла в армию, да, а вот здесь она вернулась и теперь она играет, там она играла роль героини, да, а здесь она играет роль жертвы войны, понимаете. И вот это вот чисто вот такая вот втертая пропаганда, да, вот этими всякими зелено, фема, пацифистами, антифа, вот это же ведь все, штампы чистой воды абсолютно. То есть там, вот если говорить о синдроме, да, о кого-то по стрессам, он действительно есть, но насколько я понимаю, насколько мой жизненный опыт показывает, его люди не так переживают. Вот, и не делают из этого акции, тем более не снимают кино с этими штампами. Эти люди молчат, эти люди пьют, эти люди сидят на берегу, эти люди не хотят жить. Но уж никак они не рассказывают о том, что я хотела утонуть, но я боялась, кто же там меня найдет, мама или папа в ванной. Слушай, дура, если ты хочешь утонуть, и ты хочешь покончить жизнь с мобильством, вопрос, кто тебя найдет, тебя волнует меньше всего. Вот, и вот эти вот басни-сказки, вот этот вот ряд таблеток, да, слушайте, ну это тоже смешно. Вот, Сергей, вы правильно заметили, да, вот у меня бедро, если бы у нее хотя бы была царапина там какая-то, да, хотя бы царапина, нам бы этот шрам показывали на протяжении всего фильма, у нее нет ни хрена, просто ни хрена. Да, в общем, она и не воевала, она даже не стреляла, она в принципе ничего не делала. Она рассказывает о том, как она заходит в дом, и вот она видит окровавленные матрасы, и хлеб, а на хлебе кусок мозгов. Слушайте, ну это же, это же вообще, это вот прям вот это, ну прям вот уже дальше некуда, это дважды два-четыре, это прям штамп из штампа, и тут же нам показывают хлеб, и вот это все. Ну вот это и есть работа пропаганды, да, ни более, ни менее. Причем нам преподносят, нам хотят внушить идею, что женщину использовали в очередной раз. Использовали сначала, взяв ее как скаут, значит, в армию, потом, значит, армия бросила ее, где она видела мозги, размазанные по хлебу, она вела колонну из 20 хаммеров, она чуть не погибла, она вернулась, она никому не нужна, и вот она и мама, и вот они борются, борются, и вот они в итоге заборолись, да, и в конце нам рассказывают, что потом она, оказывается, получила 1200 долларов выплаты. Ой-ой-ой, какие слезы, да, за ее страдания. Слушайте, да нет там ни хера никаких страданий. Вошли 100 тысяч просто белых, упакованных, сытых, здоровых, довольных в танках, в хаммерах, в чем угодно, с дронами, с этими сарацами, со всем, и просто подавили, как колопов местных аборигенов. Вот и все. Слушайте, какая нафиг эта война? Да, там есть жертвы, да, безусловно, но это не та война, о которой вообще может идти речь. А потом она же ведь сама говорит, а когда я там была? Да вы просто даже посмотрите на ее фото. Вот она там фотографирует, здесь с автоматом, здесь с пулеметом, здесь я с другом, здесь я на танке. Слушайте, учитывая, как американцы любят всю эту рекламу и всю фигню, по идее, там должны были быть другие фото, но у нее нету никаких других. У нее просто обычные фото человека, который поехал в горячую точку и где-то там, может быть, один раз из лагеря А в кемп Б доехал на Хаммере. Вот и все. Но нам рассказывают о том, как бедная женщина пострадала. И вот эта вот бедная несчастная, вот эта забитая татуировками, с тоннелями в ушах, якобы съедающая по 20 пачек таблеток. Как она рассказывает, как она пела, слушайте, ну это тоже все такая шняга, ну не так пьют ведь люди. Ну ведь мы же взрослые мужики, мы же знаем, как пьют, если плохо. Вот. И вот она, значит, выпивает, потом, значит, съедает 20 таблеток, потом опять выпивает, чтобы неделю спать. Ой. Ну, в общем, весь мой цинизм основывается только на том, что я не верю во все в это, потому что мой жизненный опыт показывает совершенно другое. Я не говорю, мой опыт, связанный с последними переживаниями лет, а мой опыт с 90-ми годами и со всем остальным, и с моими одноклассниками, из которых до 2000 года дожил только один, к слову говоря. Вот. И все, и все это совершенно не так. В общем, в моем понимании, вот весь этот фильм, это вот не более чем дешевое, вот такое вот, набитое дешевыми штампами о гид-кино. А в общем, а если по сути, по службе в армии, да, ну, что вы хотите? Ну, вот, если нету сверхидеи, да, то, по большому счету, как бы ты не воевал, где бы ты не воевал, ты в любом случае вернешься оттуда с разбитой душой, с разбитой психикой, если нет сверхидеи. Вот у наших бабушек и дедушек ТССР, он если и был, если они и выпивали, то еще что-то, то связано это с какими-то острыми моментами, с трагическими, там, тот же плен, там, там, пережил какой-то момент близкий к смерти, да, там еще что-то, но по большому счету, чувства вины у них не было никакого. Они завоевали за родину, за детей, за друга, за брата, за мать, за всех. Их война была священная и святая, они знали, за что умирали, они были готовы, кстати, умереть, в отличие от американцев, которые умирать вообще не готовы. К слову, и не только американцы, и наши многие тоже не готовы умирать, потому что нету сверхидеи. Вот и все. Так что, в принципе, ну, я не знаю, там можно массу моментов в этом фильме обсуждать, я не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что я там критикую фильм. Я считаю, что такие фильмы надо показывать, и хорошо, что у нас есть возможность их смотреть для того, чтобы просто сравнить. но, вот, в моем понимании, это не герой, это не ветеран, это не пострадавший человек, это не жертва войны, это не война, это действительно операция, но это никак не война, да, то есть, и весь фильм нам вот просто пытается втереть тему про то, что вот злое общество, да, пусть там не мужское, а просто злое общество, да, вот нам втерло. по большому счету, ну, как бы, очень даже в духе нынешних всяких этих право-лево, ультралиберальных, там, этих всяких транс, манс, вот всяких вот этих вот движений, да, когда якобы человек должен стоять на первом месте, да, самое главное, свобода и права, и все остальное, и вот вы видите, как изломало жизнь человека. Слушайте, да ни хера ее жизнь не изломала, вот, вот просто, вот, ну, ни хера и ни одной секунды. Если она пробыла там в этом Ираке полгода или год, ой, мама мия, ну, вот, ну, вот, хоть ты тресни, но не верю я в том, что ей так тяжело пришлось. Да, там были люди, которые воевали, да, там были солдаты, которые погибали, но явно не вот это вот сытое, довольно делающее фото, понимаете? Ну, а потом, ну, слушайте, даже давайте допустим, что она там воевала, ехала в нее, стрелял снайпер, и что-то она пережила. Ну, и дальше что? Ну, дальше-то что? Она выжила, она не пострадала, ну, дальше что? И вот она приезжает, и теперь ей все должны, за ее переживание ей все должны. Да, блядь, извините меня, возьмите любого мужика, да, любого мужика, который в жизни чего-нибудь прошел, там, там, отправляли его куда-нибудь, закрывали его где-нибудь, да, да просто возьмите мужика, у которого отняли детей. Блядь, что-то вот как-то вот у него совершенно, вот, простите меня за мой мат, конечно, но вот у меня просто вот как-то совсем в сравнении не сравниваются, да, те переживания, которые может испытывать человек в реально стрессовой ситуации, да, и вот это вот, вот это супер обеспеченное, супер довольное, супер сытая, у которой все есть, и вот она приехала в Арак, вот к этим папуасам живущим в пустыне, да, на своем хамере, у нее 900 выстрелов в минуту, да, пулемет, и вот она едет, слушайте, но она же ведь правильно в каком-то месте говорит, а я там не ощущала, как бы никаких страданий, никакого чувства, и у меня там ничего не было, я там себя нормально чувствовал, заходил в эти дома, меня все это не потрясало, правильно, а вот это и есть правда, а ее действительно ничего там не потрясало, ей там нормалек был, она была в хорошей команде, на стороне сильных, вот и все, вот и все, именно поэтому она вообще никаким местом никакая не жертва, но ей нравится играть эту жертву, ей должны, это позиция современных вот этих вот людишек, да, с прекрасными лицами в белых пальто, да, им должны, они якобы пострадали, и их страдания будут раздуваться, это ваше страдание, говно, а их страдания действительно страдания, они каждую свою каплю страдания отмеривают на отдельных весах, вот и все, тут как бы, ну, не знаю, ну, в общем, жалости, ну, нет, о чем ее жалеть, у нее все нормально, у нее все путем, да, что она там, полгода куда-то съедет в командировку, мама мне, ой-ой-ой, как страшно, не знаю, не знаю, в общем, ну, не сочтите меня за, за, за хитро, там, или еще за что-то, да, ну, в общем, меня, честно говоря, вот эти страдания, и попытки из этих страданий вывести жертву, которую надо лечить, которую надо поддерживать, которую, слушайте, ну, это как-то вот, не знаю, в моем понимании, это вообще какие-то гомеопатические дозы страдания, ну, только что в форме, ну, только что с автоматом, ну, только что вот, как она говорит, я страдаю, ну, в чем, в чем, да, не в чем, не знаю, я честно скажу, вот в моем понимании, это бизнес-проект, бизнес-кино, да, в котором очень неплохо вставлены штампы, вот я говорю, этих штампов там миллион, это письмо, он называл меня Свити, да, и эти каркасы обклеены красной краской, да, и это ее, эти сломанные пистолеты в виде татуировок на руках, на груди, слушайте, ну, это вот прям вот, вот прям лепит образ, да, и мы этому образу должны сочувствовать, вот и все, то есть это такая вот, уже даже не знаешь, как назвать, в свете вот последних всех этих событий, правых, левых уже, левые так далеко шли направо, что пришли налево, то же самое касается с правыми, то есть труд уже даже сказать, каким течением, и кто и как они относятся, но можно сказать только одно, это вот тот уровень лжи и иллюзий, да, и не, ну вот, и абсолютно недалекая от жизни, якобы, правда, да, которую нам втирают с каждого утюга, причем, это я не говорю там про Россию, а я вообще говорю в общем, про тенденцию во всем, во всем, скажем так, в белом мире, вот, белом не в смысле расиста, а в смысле белого, это где мы живем, вот, так что, вот, как бы, ну, за кино, Сергей, спасибо, да, вот, за перевод хочу вам сказать, что вот, так как я не знаю английский настолько хорошо, как вы, а знаю даже быстрее плохо, вот, но так как все вам сделали замечание, я вам тоже сделал замечание, не Дарлинг там был, а Свите написано в письме, вот, ну, я надеюсь, что, как бы, воспринять это замечание не как сарказм, и не как укол, а просто как, как и все поучаствовал просто в замечаниях вам, за кино спасибо, а за компанию тоже, и, в общем, по большому счету, я могу сказать, что, вот, я считаю, что такие клубы, они очень, очень даже разнообразят жизни, и очень хорошо заходят, я, я надеюсь, ну, спасибо, я все равно. Взаимно благодарю, ну, я Свите там по контексту перевел, как милая, вообще Свите, это от Suite фатка, да, то есть, типа правильно, ну, если буквально переводить, то это было бы, типа сладенькая, да, такая, типа, ну, как-то сладенькая по-русски не звучит, поэтому, ближайший какой у нас аналог, типа, ну, милая или миленькая, я так выбрал. Я, как бы, ну, позицию услышал, понял, тем более, ну, мы же знаем историю Сергея, честно говоря, кроме шуток, а сейчас совершенно без всякой иронии, я говорю, что если бы серьезно сейчас кому-нибудь было дело, какому-нибудь серьезному врачу до конкретно Сергея, я думаю, что вполне вероятно, что ему поставили какой-нибудь такой же примерно диагноз, учитывая все, что было, вот так что, в общем, понятно, что получить ПТСД существует больше, чем один способ, я бы так сказал, и тут точно, точно есть варианты, и про пережитки, что остается с мужчиной после того, как он пережил, например, там, не знаю, потерю детей, которые почти как, почти как умирают, да, или он для них умер, то есть, в общем, это в каком-то смысле смерть, то есть, когда вот Робин Мюррей говорит, что она часть ее умерла, то это очень точно описывает мой собственный опыт по тому периоду, когда я там жил без контакта с ребенком, да, часть меня умерла, причем умерла навсегда, и уже ничего не восстановят, но правда, я не думал, как утопиться в ванной и так далее, не знаю, может, благодаря тому, что просто были люди вокруг, я это как бы, ну, как бы, месседж и позицию понимаю очень хорошо, вот, и тем не менее, все-таки, мне кажется, что в чем, при всем том, что во многом, да, то есть, штампы, да, и так далее, да, тем не менее, ну, это мое частное мнение, во-первых, я этому герою, главному герою фильма, я верю, что действительно, она, когда говорит, что она чувствует, что она пережила, она, по крайней мере, она верит, что действительно, она это пережила, и она это чувствует, во-вторых, рассказ мужчины, никакая, никакая практически женщина, таких женщин единицы, по пальцам посчитать, которые способны воспринять, его всерьез, сказать, какой ужас, насколько это тяжело, я, собственно, видимо, наверное, с такой вот редкой дамой делал запись в Кенигсберге, возможно, как раз такой случай, но это действительно редкость, но когда женщина посмотрит, я надеюсь, что женщины тоже нахлынуты, посмотрят, какая-то часть из них, посмотрят этот фильм, то они получат такое, как бы, окно, вот этот армейский мир, да, он американский, да, это контрактная армия, а не призывная, да, это, ну, в общем, не так все плохо кончилось, как могло бы кончиться, да, при всем этом, никаких других окон, скажем так, в армейский мир, толком нету, то есть, вот сейчас скажите, какой бы вы можете второй фильм назвать, который про это рассказывает, и я, меня это врасл, ну, будет вопрос врасплох, я не знаю, какой второй фильм, существует ли еще хотя бы один фильм, который говорит примерно про ту же тему, я не знаю такого фильма, но когда вот человек такой вот, очень легкомысленный, я так мягко выражаюсь, говорю, отношение к армии, и к тому, что там происходит, то, что они называют деланием настоящим мужчины, и так далее, мне кажется, что это хороший фильм, дать женщине посмотреть, и тогда она вот, ну, в силу того, что они с мужчинами эмпатия у них очень проблемная, мы это знаем даже от суперпрофессионалов с красными дипломами психологии, но женщин у них таких проблем нет, как бы им легче себя идентифицировать, они легче себя ставят на место, и легче могут прочувствовать, какой ужас, какой кошмар, и в этом, мне кажется, заслуга фильма, потому что только таким образом можно хоть какой-то дать, типа, вы знаете, что переживают люди, которые там служили, она же описывает себя одна, она идет вот во главе конвоя, значит, который там, 20 бронированных машин, а все остальные кто в этом конвое, кто все остальные, а остальных там, я так понимаю, их в сумме в 20 машинах человек, наверное, там 120, да, сидит, и они, в общем, ну, это все мужчины, скорее всего, и они все там были, все были под огнем, там, и так далее, а ее этот друг даже погиб даже, да, то есть, она все-таки живая осталась, да, но вот только таким образом можно дать такой инсайт, типа, а как это выглядит для человека, потому что, ну, вот в мужском исполнении, скорее всего, это не воспримут вообще никак, скажут, а, типа, что тут такого, особенно, но когда как бы женщина там, какой ужас, какой кошмар, ну, скажем так, гарантировать не могу, но мне хочется верить, что все-таки есть шанс, что женщина, которая этот фильм посмотрит, начнет немножко иначе смотреть на все вот эти вот, там, даже на такую банальную вещь, как там, блестящие ботинки и песни, там, типа, у солдата выходной пуговицы в ряд, да, что-то такое в голове должно вот чуть-чуть переклинить по-другому, все-таки, что касается, как бы там не было у нее только там, или в основном психологические там повреждения, которые она получила, тем не менее, честно, я вот не знаю, что означает физически, что это означает, ну, по факту, вот, когда ей поставили диагноз, типа, на 80% инвалид, что это означает, я не понимаю, что это означает, что чем отличается инвалид на 80%, от инвалида, допустим, на 50%, не знаю, но даже я понимаю, что инвалид на 80% это что-то серьезное, это ее главная статья, по которой, собственно, она вот и демобилизовали, как я подозреваю, сумма в 1200 долларов, что-то там месяц, это, конечно, очень маленькая сумма, то есть для пенсии ничего, ну, это очень, ничего особенного, а то, что военные там, да, пользуются льготами, да, я про это какой-то, какой-то был документальный, кто это был, может, это был Гордон, про одноэтажную Америку, там показывали про целые магазины, есть супермаркеты, похожие на Уолмарт, где ходят отовариваться только военные и члены их семей, они какие-то карточки предъявляют, и там типа цены такие внутри, которых, ну, снаружи этого супермаркета нет, то есть это некое право, которое имеют только, вот, только те, кто, значит, относится к семье военнослужащего, они там какой-то документ предъявляют, они там могут отовариваться, это буквально отдельный магазин, куда обычный человек не может зайти, а они могут, не знаю, сейчас живо такое или нет, но я видел точно про это, видел репортаж, при всем этом, в общем, ну, не желаю никому, в общем, оказаться на месте этой девицы, вот, в общем, мне кажется, хорошего в этом ничего нет, хорошо, если бы человек все это понимал, до того, как он пройдет через такие вещи, ну, вот, некоторым приходится вот таким образом все это воспринимать, поэтому она и, собственно, и жива, и занимается, я так понимаю, антивоенной деятельностью, собственно, там, при всем том, все что угодно, что можно сказать про их, этот проект «Боевая бумага», чем она там занимается, я, в общем, ни разу вообще, да, никаким образом к психологии не отношусь, насколько я понимаю, арт, на самом деле, играет очень серьезную роль в терапии, любой терапии, действительно, серьезный механизм, серьезная такая, сила, и этот арт, хотя бы самый даже примитивный, он действительно помогает людям, вот эти, интегрировать, скажем так, да, перепроживать, смиряться с воспоминаниями, и так далее, и кто остальные-то люди в этом во всем, она там одна, а все остальные, кто в этом проекте «Арт бумага», все остальные мужчины, она же не просто так говорит, я понял, что это было именно про, когда она говорит, типа, я единственный, кто здесь мог сделать такой слепок с себя, типа, что она единственная женщина там, все остальные, кто, чьи остальные произведения, все остальные мужчины, которые работают, видимо, с теми же самыми общими вопросами, с теми же самыми проблемами, так что такая она там не одна. Проект, между прочим, довольно известный, можно его загуглить, называется этот «Combat Paper Project», он называется, у них там масса произведений, причем довольно серьезных, там они не просто там, не просто там что-то слепили там какие-то, какие-то три комка там из папье-маше, нет, там у них есть весьма серьезное произведение, вот с такой вот тяжелой нагрузкой, то есть они не просто это лепят, они вот выражают внутреннее состояние в этом, буквально так, и таким образом его трансформируют, так что я к тому, что это не исключает одно другого, там, хотел ли, допустим, режиссер сделать из этого какую-то часть пропаганды, какого-то рода, вполне возможно, означает ли это, что там Робин не является на самом деле инвалидом по ПТСД, то в принципе нет, почему, это одно другого не исключает, Робин выражала свою часть, когда документально в фильме работала, там, режиссер какой-то свой, там свой вопрос решала, наверное, я думаю, что сам этот фильм, наверное, самый Робин помог тоже, потому что это сильный способ выразить свои, достучаться до большой массы, я думаю, что ее это, наверное, ну, это было такой, частью терапии, самотерапии ее, скорее всего, между прочим, такой спойлер, типа, у меня вообще есть, конечно, мечта, попытаться с ней, ну, в общем, вызвонить ее, я так понимаю, она особо на контакт сейчас не идет, по-моему, я нашел, она называется совершенно другим именем, в фейсбуке, нашел ее по фотографии, последний раз я проверял ее страницу в фейсбуке, наверное, лет, вот, наверное, 34 назад, у нее был ребенок, это я точно помню, она таскалась со спиной младенца, на этом самом, и видно было, что она какой-то полузатворнический образ жизни ведет, то есть, где-то, что-то она то ли в походы постоянно ходит, то ли живет в какой-то хижине в лесу, но в общем удалилась типа от цивилизации, но там в каком-то вялом режиме поддерживает, и у нее ребенок, я так понял, что не смотрел детали, честно, не проверял, мне показалось, что судя по всему, что там было написано по фоткам, это ее ребенок был, вот она, я там видел фотки ее, он у нее за спиной в таком, в такой носилке, уже не маленький, то есть, ему там, наверное, полтора было, то есть, сейчас ему должно быть уже лет, наверное, 4-5, может, даже он у нее уже не один, не знаю, не знаю, согласилась бы она просто поговорить, рассказать, как была ее жизнь дальше, собственно, после всего этого, после фильма, не знаю, может, попробовать руку протянуть, попытаться, в чистом нейтральном смысле сказать, что так и так взволновал ваш рассказ, не согласитесь ли вы поделиться своими, что у вас было дальше, как, собственно, продолжается исцеление, восстановление и так далее, Как знать, может быть. Я, наверное, закину удочку. Раз уж ее фильм теперь презентовался 10 лет спустя на русском языке, может, она захочет что-нибудь рассказать. В интернете ее особенно нету. Там какие-то фотки есть. Видел, что есть очень хейтерские форумы, где ее военнослужащие другие очень... Ну, они всех, в принципе, есть форумы, где военнослужащие, которые начинают выступать против армейских практик, например, тот товарищ, который слил документальный фильм «Дрон». Он уже переведен на русский язык, я даже его включил в плейлист будущего телеканала, который у меня все еще в планах. Его тоже, в общем, армейская тусовка его сильно хейтила. То есть его там и предателем объявляли, и слабаковым там. Ну, много чего всякого разного. И Робин Линн, в общем, схватила примерно того же. То есть ее тоже, в общем, там прилетела ей часть, типа, что ты слабачка, там, недостойна армейской службы, ля-ля-ля, таких много, что ты тут делаешь из себя трагедию. Я такое видел. Но не знаю, в общем, тот, кто это пишет, сами они были при этом в подобной ситуации или нет, непонятно. Не знаю, в общем, у меня нет личного опыта, чтобы всерьез об этом судить. Ну, вот, в качестве впечатления только могу, да. Алексей, прошу. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Добрый. Сергей. Также хочу присоединиться к словам благодарности за фильм, за перевод. И хотел бы небольшое отступление сделать к словам Сергея, что действительно можно провести аналогию, параллель к любой потере, к любой, связанной со стрессом. Сам лично прошел через такой ментально-умозрительный опыт, когда после развода не смог общаться с дочкой. я действительно у себя в сознании отметил, что она как бы умерла и что я никогда не увижу. Достаточно сложный был период в моей жизни. Такое ощущение, что одновременно твое сознание начинает расширяться и сжиматься. и центр сборки, он где-то вне тебя, и ты не можешь его вот так на него опереться, понять и разобраться. Очень болезненное было состояние, и вот двоякость ощущения. Вот с одной стороны и пытался как-то алкоголем это дело остановить, чтобы сжать, остановить вот это расширение условное. А внутреннее ощущение, то, что все это тебе сжимается где-то вне тебя, занимало очень много сил ментальных, умственных в поисках, где же все-таки эта точка для того, чтобы хотя бы там понять для себя, что и как. Но в силу своей физиологии у меня на алкоголе аллергия как бы пагубно впоследствии не возникло. Для себя помню, что когда через какое-то время наверное просто защитный механизм психики сработал, что хватит об этом думать и пытался всячески блокировать мысли о том, насколько неудачно, насколько болезненно для меня это просто так получалось, что всячески блокировались мысли и была такая очужденность. В последствии это вот сейчас я с дочкой вышел на общение, на контакт, ей 16 лет, расстались мы где-то когда ей было около года, видел один раз, потом когда ей было 4 года, то есть буквально 11 лет я ее в глаза-то и не видел. может это как-то отчасти созвучно своими переживаниями и своей болью. И честно говоря, в такой период очень все, что происходило в моей жизни, все имело вкус ненастоящего. Ни во что не верилось как-то в какой-то полусумраке, в полумораке, как на автомате продолжал жить. К твоему мнению, я считаю, что для коллективного вот такого обозрения твоя позиция очень важна и нужна и полезна, потому что всегда полезно иметь какую-то иную точку зрения для того, чтобы понять какую-то более объективную или приближенную к реальности картину. Дальше по фильму. Если вот исходить из парадигмы, что да, фильм возможно не коммерческая какая-то хитро выдуманная идея, а действительно носит основную цель документально преподнести какие-то фрагменты жизни вот этой героини, героини фильма. У меня также, допустим, у Сергея Махрова такая парадигма верится, что не отрицает твою позицию, Сергей, что тебе не верится и ее переживания несопоставимы и не вызывают несопоставимы с другими переживаниями и не вызывают доверия, как по Станиславскому, не верю, не отрицает, просто дополняет систему баланса, противовесов, точек средних. хотел бы отметить, что сама героиня в фильме есть момент, когда она показывает вот этот постер, где она в компании еще двух женщин и говорит, вот из меня сделали некую икону, я этого не хотела. И в дальнейшем она говорит о том, даже на митинге, что она сожалеет о том, что она делала, о том, какую боль она принесла людям в Ираке, она об этом очень сильно сожалеет, и если была бы у нее возможность, она бы хотела бы перед ними всеми извиниться, сказать о том, что она сожалеет и любит. Конечно, можно трактовать сюжеты, факты ее службы, что она как бы рисуется, но вот эта генеральная линия, что она наоборот отговаривает людей от какого-то вторжения, насилия в виде армии, контингентов в других странах, мне кажется, вот это ее была основная идея. А дальше просто она показывает, насколько разрушительным для нее был этот опыт службы. Сергеем Махровым не соглашусь, наверное, по термину легкомысленное понимание восприятия армии. Мне тут больше кажется, что некое иллюзорное восприятие службы под воздействием семейных каких-то традиций, общественных установок. И то есть, когда она попадает в армию и воочию сталкивается с реальностью, она в силу даже инертности заходит, она говорит, она видит кровь, она видит какую-то трагедию, последствия трагедии, но она начинает рассуждать, что вот я должна оценить ущерб материальной гражданской инфраструктуре. И когда она в себе начинает прорабатывать, когда она понимает, насколько бесчеловечно все вот это происходящее, тут ее психика начинает говорить, что это неправильно, вот что ее разрушало. И большая часть наверное осознания берет истоки из-под сознания, а это очень такая темная область, с которой очень сложно работать. И она несколько пропагандирует службу в армии, или насколько она молодец, как женщина, и попала в эту ситуацию, она в принципе говорит о том, что это носит неправильный характер, так не должно быть, а кто туда попадает, на ее личном примере, насколько разрушительны могут быть последствия. Мы знаем, что у всего есть своя цена, и за все в этой жизни приходится платить. ее частые перемены настроения, ее агрессивность, по большому счету, ну, лично мне, у меня вызывает, скажем так, сочувствие, потому что попасть в такую ситуацию я бы не сам не хотел, ни кого-то из близких, там, мужчин, женщин, можно сказать, что о ее какой-то наивности еще, но опять-таки она взросл взросл в семье, в социуме, где все это в ее головку заложили, а потом эта голова врезалась в стену реальности. Ведь можно провести аллегорию такую, что все вроде бы хорошо и обыденно и нормально, как хлеб, но когда ты с этим сталкиваешься и твоя башка разлетается, что это ее мозги оказались так аллегорически на этом хлебе, что к таким вещам надо подходить более осознанно. Мы знаем, что женщины в этом плане лучше себя как-то могут ассоциировать с точки зрения психологии, но для мужчин, которые в большинстве на военной службе присутствуют, это носит также разрушительный характер, но в силу установок мужчины об этом меньше говорят. И в социуме принято молчать об этом, принимать это как данность, принимать это за норму. Отсюда вот этот хейт в ее сторону или подобных ей людей, которые типа вынесли мусор из узбы, слабаки, предатели, недостойные люди. Если проблематика, проблематика, как мне кажется, в том, что человек согласен, хорошие слова прозвучали, должна быть какая-то сверхидея, которая будет как локомотив тащить человека через все трудности армейской службы, военной службы. И это не какая-то должна быть иллюзорность, навязанная в семье военной, не какие-то штампы существующие в обществе. Это должна быть именно личная персональная предрасположенность плюс вот эта сверхидея, человеку следует к этому подходить более осознанно, а не с такими иллюзиями. Ибо последствия для людей, которые случайным образом, либо по воле случаю, иллюзорности попадают в это, таких людей жизнь начинает ломать и ломать нехило. поэтому на этой базе я все-таки за контрактную армию. Когда люди более осознанно подходят своему выбору, когда вероятность вот такой психологической ломки хоть немного, но сведена к минимуму. Что человек не по принуждению, не по случайности попадает туда, а сам осознанно плюс сверхидея, которая поможет достойно пройти такое испытание и нести эту службу. У меня все. Благодарю. Я хотел подметить, что она собственно и была в контрактной армии, так что это тот самый случай. Так, у нас Денис, по-моему, первый был, да? Денис, прошу. Я маленько только добавлю, вот мы тут в Казани литературный клуб, мы вот совсем на этой неделе разбирали совсем пару дней назад Достоевского преступления и наказания, ну и вот есть такая параллель, то есть там же как тоже главный герой, он идет куда-то и ну как бы он свою идеологию в общем для себя представляет как, что он имеет право, чтобы убивать, да? То есть кто я, тварь дрожащая или право имею? Соответственно, есть такая параллель, что ты когда идешь, ну как военный, как контрактник, если ты идешь куда-то убивать, то ты получается уже как бы человек, который имеет право, чтобы убивать, что это означает, что другие люди, они как бы ну не соответствуют себе или как-то и так далее. Ну в общем что-то такое в этом есть нитшианское, да, и человек, ну как бы поначалу Раскольников же тоже, он думал, что он имеет право убить и что есть люди тысячи тысяч обычных и он один такой весь необычный, то есть это в болезненном сознании его родилось, то есть как бы то есть как бы обратная сторона, это там Соня Марбеладова, которая наоборот там зарабатывает там и спасает своего отца, ну не совершает благодеяние, но совершает благодеяние, потому что в целом не блудница, а человек, который спасает других людей, свою семью там и от несчастья, от безденежья, от нищеты и там Раскольникова тоже она спасает, но в общем есть как бы оппозиция, это когда ты жертвуешь чем-то вот и в данном случае наверное вот эта девушка, которая главная героиня, она ну как бы осознала, что в принципе она не имела права вот так себя вести, она же говорила, что там мне хочется попросить прощения, то есть на самом деле вот мы тоже пришли к выводу, что именно ты тварь дрожащая, когда считаешь, что право имеешь, то есть в изначальном своем состоянии ты не понимаешь, что совершив злодеяние и даже оправдывая это злодеяние там какими-то хорошими потом возможностями, что вот возможно, ты что-то сделав зло, потом будешь делать добро, то это означает просто слом психики человека, то есть как только человек совершает злодеяние, то уже как бы другой человек и мучения, и страхи, и сны плохие, все, что связано с этим злодеянием, если человек мыслит и совсем не лишен рефлексии или что называется, ну как это сказать, сострадание, сочувствие, не то, что то, в конечном счете вот это злодеяние, оно к нему возвращается, и он потом вспоминает об этом, и это все гнетет его, уничтожает, вот, и вот эта проблема, мне кажется, и даже вот если человек совершает потом благие поступки, как вот Раскольников совершал, все равно его не искупает, единожды сделав злодеяние, убийство, там, все равно не искупишь ничем уже практически, и вот это страдание человека, они тоже, мне кажется, всплывают, и то, что там, ну ерунда, не ерунда, но то, что она испытывает, ну как бы, наверное, есть, сострадание после каких-то совершенных злодеяний, то есть ее вот эта истеричность, кулаки там по стенам, это тоже вот от того, что рубец какой-то есть, поэтому, не знаю, вот это разделение людей на там, сверхидеи, сверхидеи чего, сверхидеи того, что мы имеем право совершать злодеяние во имя какой-то идеи, ну не знаю, ну тоже спорный момент, я вот тоже для себя как-то не смог охарактеризовать, ну все. Благодарю, ну рубец, там не просто рубец, вот этот вот ветеран Вьетнама, ветеран Вьетнама, то есть эхо Вьетнама все еще живое, живые люди помогают нынешним ветеранам Ирака и Афганистана, да, оформлять там, проходить эти вот приключения, сквозь бумажные, вот эти все оформления и так далее. А он-то, между прочим, в Вьетнаме как раз был призыв, людей призывали просто так, и нам не рассказали, ну, историю вот этого вот дядечка, который сопровождает там в офис по ветеранским делам, а он как раз может оказаться еще и призывником был там, один из тех, кто вот чудом каким-то прошел сквозь все это, да, и в итоге еще не только в живых остался, но еще и помогает другим. И я не просто так перевел, у него надписи на это он носит ветерану Вьетнама против войны, то есть у каждой войны после этого образуется там ветерану Вьетнама против войны, ветерану Ирака против войны, ветерану Абванистана против войны, то есть это, в общем, такая традиция уже некая, которая возникла. Я что-то расслышал, если вдруг я правильно понял, что существует некий литературный клуб, может он даже мужской литературный клуб, если что-то такое они интересное обсуждают, может, ссылку и поделитесь. Мне даже любопытно стало, где и что это происходит. Мы в Казани организовали картинную галерею и там устраиваем всякие мероприятия. А, в смысле это очно происходит? Да, это очно. В Казани? Да. Ну, если захотите, я не знаю, я не могу, конечно, ручаться, что у меня много подписчиков из Казани, но если дадите, там, хотите, чтобы я дал, то напишите координаты. Да, я в час добавлю. Рекламируйте, а я туда потом. На всякий случай, напоминаю, под финал я обязательно еще раз всех спрошу, давайте так спрошу. Если есть возражения, если есть возражения против публикации того, что мы сегодня говорили, тогда тот, у кого есть возражения, озвучьте их, потому что у меня есть желание поделиться этой записью. Но я переживу. Никакой трагедии не случится, если она просто пропадет так же, как все предыдущие. Так, дальше у нас был Сергей Стейн. Еще раз, Добрый. У меня несколько разных векторных замечаний. Значит, первое, я безусловно согласен с тем, что фильм снят про женщину и для женщин. И этим он, безусловно, плох. Вот, потому что вот именно этим для меня он и подтверждает то, что он не искренен про проблему, а он именно имеет какую-то целевую аудиторию, направленность. И в эту мою версию хорошо вписываются вот именно наборы всяких штампов, шаблонов и всего остального. Вот. Это, безусловно, огромный минус. И дело не в том, что мужчины не способны испытывать эмпатию. Мне, например, вообще не нравится вот этот новый тренд, да, о том, что, типа, мужчины тоже люди и должны рассказывать о своих чувствах. Поясню. Я не спорю с тем, что мужчины тоже люди. И мужчины тоже испытывают чувства. И более того, чувства эти, может быть, несколько отличаются от женских, но они не менее глубоки и не менее страдательны. Вот. Но вот этот тренд, а я-то мне тут попал с книгой немецкого психотерапевта, там что-то вот тоже. Сейчас не буду сказать название, если важно. Ну, вот из последних, из 19-20-го года выпуска. На русском выпуске. Может быть, так, ну, в Германии она вышла раньше. И вот там, вот там вот именно вся книга о том, что мужчина имеет право на выражение чувств. И вот у него психотерапия, значит, основана на том, что мужчины учатся проявлять свои чувства. И, в общем, как идея, как идея, мне, в общем, это как бы импонирует. Но если не критично, а вот целиком и полностью этой идее отдаться и ей следовать, то мужчина перестанет быть мужчиной. Вот. Это все-таки, как бы, безусловно, это наша проблема, то, что мы не способны выражать. То, что мы много переживаем, это наша проблема даже для нашего здоровья. Вот. Но, тем не менее, это во многом и делает нас мужчиной. и отличает от женщин, да? Потому что, если мы и в этом вопросе уравняемся с женщинами, то боюсь, что мы многое потеряем, как мужчины. Может быть, несколько путанно, потому что я еще, честно говоря, ну, пытаюсь эту тему дочитать, досмотреть, дослушать, додумать, и для себя никак сформулировать до конца этого не могу. Это при том, что я не отрицаю важности психотерапии для мужчин. Вот. Более того, я считаю, что она необходима просто современному мужчине, как еда, как вода, как воздух. Причем, наверное, с самого детского возраста. Но не такая карательная психотерапия, которую я имел возможность наблюдать в развитых странах. Это я сейчас не про Россию, а про другие. Вот. Это когда, значит, всех записываем в Аспергере и аутисты, и всех лечим от синдрома дефицита внимания или от синдрома повышенной возбудимости, как они там это все лепят. Вот. Нет. Безусловно, не так. Здоровая психотерапия. Во многом вот сейчас наш одноклубник Камрад говорит о том, что они организовали в Казани клуб по литературным чтениям. Вот, между прочим, это ведь огромное дело люди делают для себя и для окружающих. Они там все разные, но они действительно лечат друг друга посредством книг. И я считаю, что вот это, вот это действительно огромное дело. И я искренне завидую этому человеку, по-доброму завидую то, что у них хватило сил и энтузиазма и упорства все-таки это сделать и встречать и обсуждать. К большому сожалению, у нас есть какие-то клубы там алкоголиков, там 12 шагов наркоманов, но у нас нет клубов мужчин. Вот именно клубов вот такого типа дискуссионных, которые ну даже просто, скажем, там не обязательно должны быть психологи, психиатры, там врачи, юристы. Нету просто там сегодня один ведущий, завтра другой, пусть за психотерапия важна. Но опять-таки, возвращаясь к фильму, вот это мужчина должен рассказывать о своих проблемах, мужчина должен перестаться стесняться своих слез. Я не сторонник такой точки зрения. Боюсь, что так мы уйдем к тому, что мужчина имеет право на все то, что имеет право женщина, то есть быть слабым. А вот именно расчеловечивание в смысле научить мужчину быть слабым, это еще один путь к тому, чтобы мужчину, в принципе, убить. Вот. Это как бы реплика одна, да. Вот теперь, значит, вторая реплика. Люди, имеющие отношение к медицине, знают, что, например, аллергические заболевания и у детей, и у взрослых, как правило, это заболевания сытых, обеспеченных и богатых. Нищие и голодные аллергии не болеют. А аллергия это аутоиммунные заболевания. К чему я? Я к тому, что вот если мы берем из таких обществ, как вот некогда, скажем, еще там 15 лет назад Америка, да, сейчас я уже не считаю, что это какое-то сытое общество, там у них своих проблем выше крыша. И дальше боюсь, что будет еще хуже. Ну, в общем, вот эти сытые общества, они порождают слабых людей. И вот эти слабые люди, это вот такая душевная аллергия, да, у нее вот этот синдром, да, который в принципе, еще раз повторюсь, я не считаю, что она травмирована. Она, может быть, что-то пережила. Но я не считаю, что она травмирована и требует терапии, лечения и воздвижения на пьедестал. Вот. Вот от этой сытости, да, рождается вот такая душевная аллергия. И аллергия это, на самом деле, болезнь тяжелая. Человек не принимает ни себя, ни мир, не принимает то, что, в общем, для него обычно и реально, да. Вдруг раз, и он перестает там иметь возможность есть там, не знаю, яблоки или рыбу. Да некоторые перестают возможность просто находиться на солнце, понимаете, да. То есть химических причин в организме этому нету, а вот психологическая или там какая-то другая, да, но причина этому есть. Вот то же самое касается и как аллергии, это болезнь сытых, богатых, обеспеченных, довольных. Так вот, и вот такое вот жертвенность, вот эта вот зацикленность на своих страданиях, на своих чувствах и требованиям лечите меня, я жертва, да, возносите меня, я пострадала, вот, это болезнь, опять-таки, душевная аллергия. Это, значит, вторая реплика. Третья реплика по поводу моих переживаний лично, моего опыта и того, что я пытаюсь выразить. У меня нет никакого посттравматического синдрома, пока. Пока его нет. Вот. Я совершенно четко отдаю себе в этом отчет, потому что я не в той ситуации, чтобы у меня был посттравматический синдром. Я еще не настолько роскошно живу, чтобы он был пост. Вот. Поэтому он не пришел, он, может быть, придет, и я, как бы, даже не сомневаюсь в том, что это возможно вылезет в какую-то там болезнь, проблему со здоровьем, еще с чем-то, но это будет потом. На данный момент у меня этого нет. Я, все, что я говорю, я говорю только из опыта, причем даже, скажем так, опыта более связанного с до той ситуации, в которую я попал. К большому сожалению, мой жизненный опыт позволяет мне делать такие рассуждения. Вот. Я прекрасно помню 90-е. Я закончил школу самбо-70 в Москве. Вот. Из 30 моих одноклассников, как я уже говорил, до 2000 года дожил я и еще один. Вот. Так что 90-е годы в Москве, тот, кто помнит, да, тот, кто пришел в эти годы не в подростковом возрасте и не в возрасте, когда мир рухнул, да, а вот именно вот, скажем, 18-19-20. Должны, в принципе, понимать, о чем я сейчас говорю. Тем более, это спортивная школа. Вот. Поэтому, когда я говорю, что я не верю, мне не жалко, я не сострадаю, это не потому, что я страдаю по дочери или потому, что у меня там вот все это произошло. Нет. У меня еще нету посттравматического синдрома, связанного с этой ситуацией. У меня, может быть, есть посттравматический синдром, связанный с ситуациями до этого предшествующие, но этого лично у меня нету. И последняя реплика. Ну, это, наверное, к слову о вот этой аллергии, свойственной сытым и богатым. В 91-м году я поступил работать в 61-ю больницу. Это было отделение реанимации. Больница находится на Спортивной, улице Даватра, напротив Лужников. Это скоропомощная больница общего профиля, без автотравмы. Вот. И к чему? Я просто сейчас приведу пример, да, насколько просто за 30 лет жизнь изменилась, насколько люди стали нежны, насколько они стали требовательны к себе, насколько они все стали героями и одновременно жертвами. И у нас, в общем, было три палаты. Одна была инфекционная палата. И везли всех. Вот. И вот сейчас открываю, допустим, в фейсбук, да, и читаю о том, как врачи возмущаются, да, там, вот эти ковидные больные, красная зона, маски, подвиг врачей, мы герои, да. И тут же студенты кричат в вузах медицинских о том, что мы имеем право туда не идти. Сейчас же, говорят, у Гиппократа не дают. Сейчас же ведь это врач, это не призвание, это профессия, да, и лечение – это услуга, да. Это больше не лекарство, не врачевание. Вот. И вот это я все читаю и так думаю, а вот как же мы тогда, вот, в 91-м году, когда не было ни хрена, да, когда моей зарплаты хватало на одну пачку сигарет, реально. Вот мне хватало пачки, чтобы купить, купить пачку БТ. Вот это была моя зарплата в месяц. И к нам привезли мужика с газовой гангреной, да, кто хотя бы немного в теме, тот понимает, что такое газовая гангрена, да. За сутки мужик распух и умер. Но пока он распухал, да, вот все, что вокруг него творилось, да, вот вокруг него, это вам не ковид, да. Это примерно так, что если у вас есть где-то микротравма, микротрещина, там царапина, не знаю, там прыщ выдавленный, да, то вы можете инфицироваться и лечь рядом с ним. И знаете, что самое удивительное? Вот у нас ни врачи тогда, ни средний персонал, ни санитарки, никто же ведь даже не вякнул и не тявкнул, да, о том, что, в принципе, это не ковид, от которого покашляешь и 0,03% у тебя шанс заболеть и умереть, да, это 90% шансов, что ты, вот если у тебя есть просто где-то что-то, царапины или еще что-то, что ты просто через сутки будешь лежать на соседней койке. И никто даже слова не сказал. И никаких визгов и криков, да, это я не к тому, что я герой, нет. Мы тогда вообще не думали о том, что это героизм, это была обычная работа. Это я к тому, что насколько люди, да, вот когда им говорят, что ты имеешь право слабым, ты там имеешь право на выбор, да, там человеческая жизнь превыше всего, да, вот эти вот вбитые штампы, когда люди начинают дрожать над своей вот этой вот сущностью, да, вот как, знаете, как люди ощущают себя как такая вот эфемерная, такая воздушная, такая вот рожденная для счастья такая субстанция. Да ни хера подобного. А вот просто ни хера подобного, понимаете, да. Но если людям 30 лет это внушали, то потом попадая в Ирак, на хамере, в окружении еще сотни бронированных среди папуасов, ты вдруг начинаешь ощущать себя героем, а потом, совершенно не будучи героем, приехав домой, ты вдруг начинаешь ощущать себя жертвой, и что тебе все-все должны. Понимаете? Вот к чему я рассказал про больницу и про то, что цена жизни. Наши дедушки и бабушки, они выживали, да, они выживали, они по-другому и не могли, и они счастливы тем, что они выжили. У них не могло быть посттравматического синдрома в нашем современном понимании, да потому что им никто не говорил, что они имеют право на жалости, на сопли. Если у них болела душа, если им что-то ночью снилось, они выпивали стакан водки, ложились спать, утром шли на работу, понимаете? А потому что они были люди, и они понимали, что жизнь начинается там, где заканчивается дорога, понимаете? А сейчас все же ведь рождены для счастья. С каждым утюганом говорят, что мы рождены для счастья, понимаете? И вот в моем понимании, да, это вот миф, который разрушает всю нашу жизнь. Если мы не будем говорить нашим детям и себе тоже, что мы не рождены для счастья, что жизнь – это не дорога, высланная красными коврами, да, и никто нам ничего не должен, да, а то, простите меня, если баба внушает, что ей должны все от оргазма до мерседеса, то откуда, что мы потом удивляемся, что 90% принца ждалок, а они по-другому не понимают, у них другого образа в голове нет. Если, простите меня, солдат съездил в Ирак, полгода там служил и ощущает себя героем, при этом вернувшись с руками, с ногами, он должен быть счастлив, у него на всю жизнь льготы, он жив, здоров, понимаете, да, но ему внушает, что он имеет право на сострадание, и вдруг он начинает страдать. Послушайте, любому больному, лежащему в реанимации, скажи, что у тебя сердце херово бьет, и через 5 секунд, и вы увидите любой признак, он начнет умирать, понимаете, скажи ему, что у тебя все отлично, парень, слушай, у тебя сердце с ним просто как олень скачет, и все, его можно переводить через сутки в терапию, понимаете, и в жизни все так, если рассказывать вот так вот, вот это кино вредно тем, да, тем, что она рассказывает о том, что вы имеете право быть бедным, несчастным, ты же родился для счастья, а тебя вот закинули в Ирак, ты вернулся, ты весь пока, слушайте, друзья, да нихера подобный, вот именно так и расчеловечивают, именно так и отнимают силы, именно так рассказывают о том, что мужчина имеет право на слезы, да, мужчина имеет право на слезы, имеет, да, но не так, как нам сейчас рассказывают, это психотерапевты пытаются вцарать те же феминистки, да, потому что это из той же истории, да, что когда, ладно, не хочу я про это, про все это, слишком большая тема, нет, я просто к тому, что давайте, давайте вот как бы, ну, просто для себя определим, да, не надо превозносить страдания, это жизнь, это просто жизнь, да, и любой создан не для того, чтобы быть счастливым, а просто как-то прожить свою жизнь, сможешь прожить человеком, ну, хорошо, да, ты что-то переживаешь, ну, все переживают, да, не знаю, но вот, вот мне, я не говорю, что все должны быть воинами, самураями, там каждый день думать о смерти, еще что-то, нет, нет, мы люди, мы слабые, мы страдаем, мы чувствуем, все, но нам они должны внушать мысль, что мы имеем право на страдания, выискивать у нас эти страдания, вывешивать нам их как лозунги, да, и чтобы мы под этими лозунгами ходили, я имею право страдать, я страдаю, вот это мне кажется, это, а в современной психотерапии, вот, насколько я понимаю, такое течение они есть, и что самое интересное, вот, вот этот психотерапевт, да, я думаю, когда же ты начнешь про гомосеков-то рассказывать, да, опаньки, и где-то там страница через 40 и 50, я гляжу, этот немецкий супермодный психотерапевт вдруг начинает втирать про то, что, оказывается, не только ты имеешь право на страдания, да, ты еще имеешь право на какие-то чувства, которые ты скрываешь, а если ты себе признаешься или придешь к такому грамотному психотерапевту, так он тебе еще расскажет, что ты имеешь право и долбиться, понимаете, с мужиками. Вот о чем речь, и все это, и все это как бы такая, знаете, такая исподволь политика, да, это вот избитое вот это окно Вертона, да, ну и вот я думаю, что и это кино тоже в том числе тоже рассказывает нам, что женщины про женщин, про страдания, про все. Спасибо. Извините, что вклиниваю, Сергей, скажи, пожалуйста, а по твоему, на сегодняшний день, смысл жизни для тебя, ну, вот в твоей позиции в чем? Ну, я не знаю, но это такой вопрос, на который ответить практически невозможно, а потом ведь смыслы у нас меняются, да. На текущий момент лично для тебя. Я могу сказать, что на текущий момент прожить не сломавшись. Спасибо. Пройти свой путь. Я все, спасибо. Александр, прошу. Сейчас, секундочку. Вот про смысл жизни, я не знаю, вопрос такой тяжелый, как бы. Наверное, надо отдельный стрим организовывать, если мы хотим как бы высказаться по этому поводу, без записи, на первом темном, и там уже как бы поделиться своими мыслями. В принципе, на самом деле достаточно интересная была бы тема. Может быть, что-то пояснили для себя. То же самое и про счастье. Ну, счастье, счастье. Ну, что вот счастье обычно люди понимают? Ну, понимают чисто там материальные блага, еще что-то, чтобы кто-то их обслуживал и так далее. Но это, сами понимаете, это фантом на самом деле. Так что, как бы, говорить про счастье, это, ну, для того же самого князя Андрея, если войну и мир брать, счастье было небо увидеть наустрелиться в сражении после этого. Вот так вот. Так что, ну, сложно это дело. А другое дело, что пропаганда там в мозги засовывает и что объясняет. Совсем другая ситуация. Про Достоевского тоже говорили. Ну, преступление и наказание тут вообще ни при чем к этому фильму. Вообще другая совершенно ситуация и вообще другая история. И вообще ничего. Если уж как бы тему войны там и прочее рассматривать, то это лучше Толстого брать, севастопольские рассказы и прочее смотреть. То есть Достоевский тут вообще никак бы, никаким боком. Он вообще тему войны не затрагивал нигде практически в творчестве. Вот. И еще тоже в конце хотел сказать тоже. Сергей несколько раз говорил о фильмах наших, которые вот об этом синдроме как бы посттравматическом рассказывали. Ну, давно очень, давно, где-то лет 10 назад я случайно с Трутрекера скачал фильм. Он полулюбительский был там. Ну, какой-то бизнесмен спонсировал. В общем, люди рассказывали о Чеченской войне. Он часа три где-то шел примерно. Ну, вот, там мужчины рассказывали примерно то же самое, что вот девушка тут в фильме рассказывала. Там одни мужчины были. А можно ссылку или название попросить? Ой, Сергей, я не вспомню. Это так давно было просто. Ну, я случайно просто столкнулся где-то, вот, увидел и скачал вот так вот. То есть, ну, это фильм был снят чисто на любительскую камеру, там еще какие-то кадры там любительские были добавлены. Такого типа. Может, и есть еще что-то где-то такое. Вот так вот. Я-то рассказывал, упоминал уже не раз. По-моему, это Станислав Говорухин «Проклятый и забытый». Ну, у него и сын там погиб же, в принципе. Поэтому Говорухина, точнее. Вот так вот. Ну, это, нет, это другой фильм был. Это говорю чисто вот собрались, вот такое ощущение, собрались вот какие-то ветеранов, собрали, вот они снимали там, рассказывали что-то такое. Еще тоже, помню, фильм был, люди рассказывали о штурме Грозного тоже вот. Как вот они там это все проходили. Все тоже такой полулюбительский фильм, непрофессионально снятый. Ну, зато искренне рассказывали. Ну, это давно все было, говорю, как бы так вот, поэтому не знаю, сейчас есть это, нет, выложено и прочее. Кстати, вот на этот вот фильм, я когда английскую версию смотрел на Ютубе, там мне два раза предупреждение было, что типа фильм очень опасный, типа аккуратно смотрите там и так далее. Да, там же кадры есть там соответствующие, да. Ничего там нету особенно, если так посмотреть, мы уши не то видели. Поэтому как бы так вот, ну, продупредили, ладно, зато показали. И там, кстати, очень мало просмотров у этого фильма и лайков тоже мало, странно. Она его выложила в девятнадцатом году, собственно, может быть, это меня частично подтолкнуло сейчас этим заняться, потому что фильм вышел 2010 года, фильм. А события, я говорю, призыв у нее, ну не призыв, в смысле она пошла, короче, на службу в 2003 год, а вернулась, так понимаю, в 2004. В 2010 вышел фильм сам. Сколько времени прошло на этот момент, я не знаю. То есть, какого года с ее... А, там есть кадры, где-то она выступает с мегафоном на этой, написано, демократическая конвенция, что-то там, 2008 год. То есть, ну, времена. В общем, времени уже прилично прошло с тех пор. Понятно. Ну, будем надеяться, что у нее все хорошо стало, случилось дальше и все замечательно. Я, честно, раз уж мы этот фильм ковырнули, я, наверное, сделаю попытку, я найду, я просто видел ее, я нашел, закладку себе сохранил, я нашел по каким-то совершенно выдуманным именем, но я просто, ну, во-первых, в лицо ее узнал, а во-вторых, там какие-то ссылки были, в общем, не помню, как я нашел ее. Надо ради интереса написать, просто вдруг она готова будет пообщаться. Я еще ни разу таких записей не делал. Да, еще сказать, что из России хотят пообщаться с вами. Я именно так и скажу, чтобы ей было интересно, что, да, вот, прости, 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 прости. Потому что мы вашей судьбой очень заинтересовались и обсуждали ваш фильм, как говорится. В России прошла, да, премьера про вас, вот, и нам стало очень интересно, как у вас там дальше сложилось. Я попробую. Шансов, конечно, немало, мало ли, вдруг бывает. Когда человек хочет поговорить, он очень легко выходит на контакт, как вот, опять же, очарование женственности. А когда не хотят, там, ну, там, заняты, времени мало, там, то есть, о, лицензии, деньги платите и так далее. Очень много всяких барьеров. Надо попробовать. Получится, может получиться. Единственное, конечно, по-хорошему, вот, как с ней вот говорит ветеран Вьетнама, да, то есть, видно, что у них, ну, как бы, они, у них есть некое, нечто общее. Почему у них такой, как бы, аэропорт между собой, да, он ее понимает, она ее понимает, она ему доверяет. По-хорошему, конечно, с ней бы говорить кому-нибудь, кто сам в боевых действиях участвовал, ну, не знаю, у меня нет таких личных знакомых, кто мог бы такое провернуть. Ну, конечно, ей было бы проще говорить с кем-то, кто сам, например, ну, условно говоря, был там, не знаю, в Чечне, допустим, ослужил. Ну, не знаю. Я удочки закину, а там будет, что будет. Как-то так. Ой, Сергей, руку поднял. Сергей. Да, да, я буквально три секунды. Хорошо. Я просто хотел сказать, на самом деле, вот, видите, отличная идея у нашего сокумника из Казани. Может быть, действительно имеет смысл обозревать не только фильмы, а что-то типа создать такую онлайн-группу там раз в неделю. Я не знаю, я не говорю, что, Сергей, что это вы должны сделать. Я просто, в общем, такую группу. Ну, пусть даже это будет образно, да, там, здравствуйте, а я там пострадавший, раненый, да, и я там живу в чистоте, там, последние, там, шесть месяцев или, там, три месяца, да, ну, в чистоте не в смысле от наркотиков или алкоголя, а в смысле, там, в чистоте, там, от отношений или, там, от злобы или еще от чего-то. Неважно, от чем. То есть это не направленность против, там, женщин или еще кого-то, а потому что, ну, мне вот, например, странно, да, масса, масса блогеров, псевдоблогеров, типа всяких этих терапевтов и псевдотерапевтов, да, и всяких этих, и все это не более, чем, ну, кто-то глубже, кто-то поверхностно, кто-то за деньги, кто-то просто, да, но суть в том, что это, как бы, односторонне, да, а мне вот что-то не попадалось, да, то есть странно, почему даже в том же, скажем, ну, сообществе, да, людей подраненных таких, подранков, да, вот типа нас всех с вами, собравшихся, да, почему не существует какого-то вот такого места общения, да, пусть даже, ну, вот такой виртуальный ком-то, зума там или еще чего-то, я, конечно, понимаю, что я, например, несколько раз заходил в чаты некоторых блогеров, да, и там просто уши вянут от бреда бредового, да, которые там просто люди несут, да, там от фотографий голых сисек до, там, типа, если что-то не так, скажешь что-то, значит, баба, а не мужик, да, вот, но в каком-то узком формате не совсем обезличенно, то есть, ну, хотя бы вот так вот, частично анонимизировано, как мы здесь все находимся, да, вот, кто-то под своими именами, кто-то нет, кто-то с лицами, кто-то без, ну, не суть важна, ну, вот, я просто, когда был рассказ про Казань, про обсуждение, про рассуждение, вот, мне кажется странным, почему, почему, на самом деле, это многим бы помогло, да, именно формат именно такой психологической группы, группы, да, и пусть она не называется психологической, да, потому что психологическая, как бы, это обсуждается, что ведущий должен быть специалистом, и вот он ведет группу, еще что-то, нет, ведь алкоголики собираются тоже не по принципу, что там кто-то врач, а остальные 11 или 15 сидящих не врачи, а колдыри, да, колдыри, это я не со злобой, а просто с признанием того, что это проблема, вот, а там же ведь ведущий может меняться, а потом ведущий, это тот человек, который пережил и выжил, да, вот, то есть, ну, скажем так, группа выживших, да, и не знаю, в общем, может быть, я сейчас, это спонтанно, не обдуманно, ничего, но вот я бы, на самом деле, если бы существовала такая в зуме комната, да, какая-то вот обсуждение, я бы, например, бы, ну, я бы, наверное, обратился бы, временами бы обращался бы за помощью и за пониманием того, что вот, во-первых, есть выжившие, и это немаловажно, что они есть, для меня, например, пример выживших гораздо важнее, чем все вот эти визги, там, РСП, там, бабы глядят, вот, то есть, мне этот уровень не интересует, вот, а вот именно понимание того, что есть выжившие, мне очень важно, да, и, ну, как вот сидят наркоманы, да, и одного три дня чистоты, да, у другого два года, и ведь вот этот, который два года, ведь он же ведь действительно символ того, что можно выжить, вот, и вот в моем понимании, вот это и есть самый главный эффект, да, то, что ты не один, такой, ноев ковчег, вот, и вот этот нои, он и ведет, вот, остальных тварей, да, которые хотят выжить, и у них больше шансов выжить, потому что их ведет нои, ну, в общем, спасибо, конечно, всем, и Сергею вам, за фильм, и, пардон, если там моя критика бывает жестковата, но, в общем, как бы, спасибо. Благодарю, ну, мы тут для этого, собственно, и собираемся, что, к тому же, я не автор фильма, да, я просто, я его нашел, все, я хотел сказать, фраза, ты не один, с этого начинается, как раз, плакат, когда видно, вот, когда она первое собрание показывает, где Робин Лен выступает, там показывает, ты не один, это центральная фраза, которая там бросается, так, боюсь прочитать неправильно, кобалтизм, хотите высказаться? Здравствуйте, да, мой ник называется Кобальтизм. Кобальтизм. Да. Так, звук меня, меня слышно, да? Да, очень хорошо слышно. Отлично, просто я первый раз пользуюсь зумом, и как-то непривычно, ну, к сожалению, существуя даже, не знаю, что добавить, потому что, я, честно признаюсь, не смотрел фильм, ну, как бы, все, что у меня из личного опыта есть, это мой брат, который служил в Чечне, двоюродный, и одногруппник по колледжу, техникум, фактически, он тоже прошел, и там, и срочную службу, и спецвойска, вот, и, как бы, я видел, что вот брат очень сильно изменил, а что сказать про одногруппника, там, я с ним меньше общался, но встречался я с ним года, там, где-то три назад, не могу сказать, что на него как-то война повлияла, то есть он там счастливый отец семейства, по-моему, у него один ребенок, в звании майор, и я уверен по-любому, что он убивал людей, но вот в ходе общения с ним я не заметил, что это как-то сказалось на нем, вот, а вот брат, да, его подкосило значительно, но он, как бы, значительно более слабый, как бы, так сказать, в интеллектуальном развитии у меня, то есть он с трудом сам получил образование ПТУ, потом его забрали в армию, а когда его женили на себе, ну, так сложилось, что его прихватизировала девушка, с которой я познакомил его, то есть иногда я чувствую такую вину, что, блин, с кем я познакомил своего двоюродного брата, что за Мегера, который там заставляет чуть ли не на коврике его спать, вот, и вот она, собственно, заставила его получить высшее образование, которым он не пользуется вообще, то есть он работает там каким-то токарем, слесарем, что-то такое на станке, что-то там сверли точит, на двух работах вкалывает, она вообще не работает, я каких-то с двумя детьми тут сижу, зы-зы-зы-зы, вот так. Собственно, зачем я поднял руку, ну, хотел я познакомиться с тусовкой, так сказать, пообщаться вживую, потому что до этого мне только доводилось что-то там комментировать, вот, и я пытаюсь понять, как можно людей вот объединить с помощью каких вот целей, с помощью каких максимально работающих идеологий, то есть найти какие-то вот эти точки соприкосновения, чтобы мы начали действовать и как-то улучшать свою жизнь, но не в первую очередь свою, а думать о будущем, о будущем наших детей. Коротко о себе, я был два раза женат, у меня двое детей, и, соответственно, к моему несчастью два раза я в разводе. Так, ну, наверное, вот зовут меня Анатолий. думаю, на этом мое выступление остановить. Ну что ж, добро пожаловать в тусовку. Фильм я выложу там, скорее всего, завтра уже, он будет, наверное, лежать на главной странице этого сайта, где вы сейчас, где вы ссылку видели. Ну а дальше там посмотрим. Я, в общем, стараюсь все время от времени что-нибудь новенькое публиковать, чего у нас на русском языке было неизвестно. Ну а дальше обсуждаем. А другие, через две недели, у нас на обычном YouTube проходят киноклубы. Там тоже можно и проголосовать, и поучаствовать. Ну а там дети и разводы это тема бесконечная. В общем, у меня там уже, наверное, сотнями, наверное, видео исчисляются на канале. Там надо просто по плейлистам пройтись. Я не один, естественно, кто на эту тему что-то говорит. Вот. Ладно. Спасибо всем, кто подвел черту. Спасибо всем, кто был. До новых встреч. Если вдруг какие-то идеи будут, то присылайте там либо на Махров, либо на 1ДТВ. Там тоже есть адрес. Потому что, ну, фильмы такого рода, их тяжело просто искать, потому что непонятно, где они всплывают. Просто я, я, ну, то есть, случайно где-то что-то вот такое нахожу, там, да, ну, где-то вот находится. Бывает, находишь месяц спустя, как он вышел, как вот с Альфой мужчинами вышло, да, а бывает, там проходит несколько лет. Я об этом узнал. Ну вот, как-то так. Ладно. Спасибо всем и до новых встреч. Счастливо. Спасибо.